Больше, чем она попросит. А жена становится счастливой, а женщина когда счастлива, когда она принимает больше, чем дает. То есть, по большому счету, сейчас пока люди собираются, вот эта лекция, которая заявлена, то есть тема заявлена, у нас заявлено, как правильно построить отношения, и что делать, если они построены неправильно. В моем понимании эти вещи, вообще это три лекции. Три лекции. Первая, это как правильно строить отношения. Второе, что делать, если они построены неправильно. И третье, это как правильно завершить отношения, которые построены неправильно, или которые уже... Но мы будем... Я поэтому взял компьютер, потому что, если одну лекцию, ее можно спокойно посчитать, с листа читать, им сейчас сложно, но нет. Когда мы будем прыгать, а скорее всего так и получится, и, наверное, мы сейчас примем такой же формат, вопросы сразу же будут задавать. Потому что темы, на самом деле, казалось бы, простые, но они непростые в том плане, что... Вот есть, в моем понимании, опять же, я, конечно, эту классификацию никто не дает. Все как-то на это акцентируют внимание в разных лекциях. первоисточники, да, это Руслан Малушевич, в первую очередь. Ну, а также, так сказать, друзья наши, наши великие правоведники. Вот я для себя выделил три вещи. Вы, может быть, все-таки, сначала я подхожу здесь собираться, скажу еще... Мы же не были на месяц назад, когда я первую часть делал, да? А первая часть у нас была, это в принципе, в принципе совместимости, я бы так назвал. Она называлась, конечно, мой мужчина такой, но в принципе совместимость. Если посмотреть на эту вещь, я буквально минут десять потрачу на это, чтобы понять, да, что, по большому счету, половинку найти себе, вот в идеале, чтобы она соответствовала, практически невозможно. Потому что, помимо того, что люди строят свои отношения на основе разума, а на основе гармонии, на основе понимания, как должны быть эти отношения построены, так они и строят. То есть понятно, что в молодости, ну, как бы, вот, мужчины, они все заточены на сексуальную сферу, поэтому только, так сказать, ради этого они пытаются эти отношения искать, и ради этого и женятся, в большинстве, ну, является, там, в таком молодом возрасте, да? Студенческий, в таком сфере, вот, и редко кто осознанно подходит уже, вот, это уже более высокий уровень. То есть на уровне первой чакры, когда они встречаются на физическом движении, на уровне второй чакры, когда они на, как бы, на теме комфорта сходятся, или, там, совместно, в походах, знаете, сядешь, там, в электричке, там, в поход едут, там, муж с женой, там, мужчины, женщины, они все одинаковые, вот, только по-разному одеты. А, в общем-то, они внешне даже похожи, да? Вот, это люди, которые доходят с себя друг к другу, вот, в таких вещах. Это на уровне второй чакры. На уровне третьей чакры, это уже люди, которые основательно хотят, но хотят создать его некий светский брак, там, значит, связанный с тем, что, там, выполнение обязанности, там, правильного, чтобы было. Четвертый уровень сердечный, это уже более высокий, это люди уже готовятся к себе, мужчины ищут спутницу жизни, женщины очень, там, себе на все времена защиты. Ну, и дальше, там, пятый, это творческий, шестой, это уже духовный член. То есть, как правило, у нас уровень невысок, когда мы знакомимся. Но при этом, значит, еще учитывается много факторов. Еще нужно понимать природу наших людей, да? То есть мы же понимаем, что есть природы разные. Есть природы ученых, природы руководителей, природы торговцев, ващих, да, шатри, ващих судов, все. И понятно, что люди должны находить себя в своей природе, гармонично, когда гармоничные отношения будут. То есть, шатри, шатри, ну, имеется в виду понятность, что у нас нет. Чистый шатри, нет, как из Брама, нет. Вот, потому что все уже перемешано и качественно. Но так или иначе, то есть через один это уже проблема. Ну, что недопонимание будет всегда. Вот, так же здесь имеет значение просто совпадение по простым четырем уровням. Это, как мы знаем, физический, эмоциональный, социальный, эмоциональный. Это, значит, ментальный, ну, умственный, да? То есть интеллектуальный и духовный уровень. То есть мы еще здесь должны совпасть. То есть мы должны совпасть физически. А это тоже не всегда бывает, потому что воспитания нет. Мы должны совпасть эмоционально, потому что кто-то... Здесь и природа даже не имеет значения, да? Потому что мы даже эти 12 знаков зодиака формируем характер, да? Поэтому здесь женщина может быть любить гостей, мужчина может быть просто домоседрый или наоборот. То есть постоянно происходит несовпадение. И на этой почве это же нужно жить. То есть физически пообщались 10 минут, 23 часа, 50, можно сказать, по-другому же. Дальше здесь это интеллектуальный уровень. И здесь они даже могут найти на общих интересах сойтись. Где-то там студенты, да, были в группе, в одном стройотряде. А потом люди же все разные. Мы все ограничены. Не то, что там человек, допустим, без руки, без ноги, да? Мы же все ограничены. Кто-то из нас в порядку не приучен. Кто-то готовить можно. Ну, то есть у всех есть ограничения. И более того, все люди еще разные по уровню. Как Тарсунов на одной из лекций сказал, что вы тут сидите все, вроде как бы, ну, одинаковые. Но между вами колоссальная разница в плане уровня развития. То есть люди начинают, они встречаются в молодости, а потом кто-то начинает прогрессировать и тут останавливается. То есть на интеллектуальном плане совпадение может быть. Дальше, на духовном плане, тем более. Тем более, что человек может, в принципе, остаться на каких-то там, ну, то есть в материализм ударился, и там сухой, холодный расчет, идет он по жизни женщины, занимается духовностью, там дети, ну, в общем, склонность к любви, так или иначе, толкает. Вы смотрите, здесь несовпадения могут быть. Понятно, что несовпадения могут быть астрологические, безусловно. Вот, несовместимость по основным планетам, солнце, там, луна. Когда они, солнце не дает, как бы, уважения не может не быть, луна, взаимопонимание может не быть. Это, кстати, очень даже не такие, ну, реальные вещи. Потом, помимо этого всего, куча всяких социальных вещей. Как-то разные вероисповедания. Разница в возрасте. Прошу прощения. Там обратная разница в возрасте, да, кто-то старший. Женщина, если с мужем в одном возрасте, то мужчина-женщина, то, если он не будет, так сказать, если он не является лидером, то она всего будет жить в отношениях старших, потому что она раньше развивается, чем мужчина. Тут могут быть и отношения с, то есть, с каким-нибудь друзьям нужно проверять, да, потому что, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Потому что в отношениях, когда мужчина-женщина наступает, они всегда очень-очень такие, так сказать, природа, мы сами знаем, да, дает им так, чтобы они выглядят идеально. То есть, они сами себя даже не узнают, никто их не узнает, как они влюбленными себя ведут. Могут быть разные там часовые пояса, то есть, темпераменты разные. Часовые пояса, это в смысле, что вот, например, уральский регион, ну, то есть, где-то у нас или южный, да, там, совсем разные. Одни горячие, так сказать, где-то более там, охладные вещи. Вот. И таких несовпадений, на самом деле, очень много. И вот, казалось бы, что, ну, сложно, да, вот. Безнадежно вообще. Да, безнадежно. По идее, туалет всю автономную нельзя никому скучить. Давать, потому что после нее было такое ощущение безнадеги, что как же это половинка будет встретить. Но самое интересное, что, поймите, что даже если встретить половинку такую... Еще безнадежно, да. Вот, даже вот если получился такой человек, вот, понимаете, он идеально совпадает. Можно эти отношения просто сбить неправильным вхождением. Просто вот взять и вы это уже знаете. Кто сать и слушал, то знает. Кто понял жизнь, тот не торопится, кто сать и слушал, тот уже знает эти все вещи. То есть, на самом деле, еще оказывается, построение отношений само по себе является ключевым моментом для того, чтобы даже совпадения, которые есть, предполагаются, они так или иначе сыграли положительную роль в жизни этих людей. Но так, а что делать, если нет этих совпадений? А вот для этого как раз есть этот период знакомства. Вот я для себя вывел, поскольку времени уже много, да? Вот это я для себя вывел. Это любви нет, хронологи. Но тем не менее. Некоторые, допустим, четыре, три, четыре вещи, которые очень важны для того, чтобы эти отношения были счастливыми. И первое, я считаю, самое важное, это что женщина должна быть счастлива до встречи с мужчиной. Это самое главное. Самое главное. Чтобы она и здесь, поскольку эта тема совершенно не моя, ее должны женщины между собой давать. Или еще один такой удивительный человек, просто макро женщину, если бы семинар. Как и зачем стать счастливым из мужчин? Это семинар, с которым, мне кажется, нужно начинать думать о том, чтобы быть счастливым. Потому что только счастливая женщина может найти себе того мужчину-прохозь. Если у нас есть возможность, допустим, как стать счастливой, вы можете давать нам время, и мы будем между собой обсуждать, что может это под этим подразумеваться. Ну, чтобы можно было пахтать тему. Если смотрите там, как у вас по материалу, если у вас есть такие возможности, то можно было бы нам, допустим, дать время пять минут на обсуждение. Ну, в общем, это как предложение. Да, я понял. Мы договорились, что вопросы сразу дают. Видите, пахтать, если меня отсюда убрать, вы будете об этом делиться, по-моему. А мое присутствие само по себе сковывает в какой-то степени... Нет, нисколько. Нисколько. Ну, да. Итак, значит, почему счастливой нужно быть счастливым? Потому что счастливая женщина встречает мужчину, ну, там, имеется в виду, знакомится, да? Потом встречает еще одного мужчину, потом встречает еще одного мужчину, потом встречает счастливого мужчину. И все, и так далее их отношения слабые. Например, если я могу наше отношение отметить, то я могу отметить, что когда мы познакомились, более счастливой женщины меня не видел. Вы из моего окружения, да? Потому что человек был счастлив, и она должна быть и счастливой, и самодостаточной в какой-то степени. И вот кому-то там природа, кто-то должен целенаправленно какие-то шаги сделать. И поэтому мы знаем, как сказать, и когда они встречаются, то есть и женщина счастлива, допустим. А мужчина ведь, вся идея мужчины заключается в том, чтобы сделать счастливой женщине. Он, в принципе, для этого живет. Мы не берем вот этих вот единичных персонажей, которые одевают шафран. Как отличить мужчину, который будет как бы женится, от того, который станет монахом? Как отличить? Какие версии? Ну вот, вот есть вот мужчина, носит шафран, да, такой весь, скет. И второй мужчина, шафран, аскет. Ну не кажется, да? Ну раз шафран, значит он монах. И вот как, чем они отличаются, тот, который женится, а тот, который не женится? Обувь в шафране? Ну да, обувь в шафране. Давай ты прошу версию. Мне кажется, тот, который женится, у него эмоции более визуально ощутимые, что ли. Они или яркие, или слишком позитивные, или слишком хорошие. Эмоции на что? Здесь ключевые. Эмоции, собственно, тот, который женится. Вот. А если человек, ну, как бы монах, то он в балансе, он в спокойствии, у него спокойное, спокойное, блажебное лицо. Видно, как пляжут монахи. Вы видели, как пляжут? Да. Ну, у них какой-то... А вы же знаете Бартию Генову? Да. Ну, можно ли найти милее и улыбающимися эмоциональными человеками? Нет. А он монах? Да. Монах, да? Они отличаются тем, что в присутствии женщин один улыбается, а второму плохо становится. Так вот, я об этом и говорю. Ну, а в смысле что? Вот вы сказали, да. Охот становится... Он не плохо женится? Нет, нет. То, кто улыбается, то сто процентов женится. Вот он сейчас весь такой в шафране, вот приходит Мадус же, он сразу улыбается, начинает. Да, так я про это и говорю. Но женщины реагируют. Реагируют, да. А тот, кто вот монах, вот я наблюдал, кстати, в храме, Хариде в праву приезжал, он великий там гьяни нашим. И вот, а там стояла Мадус же такая, в храм пришла как специально, причем профиль так еще стояла, что невозможно было взгляд не зацепиться. И вот видно было, как человек совершенно не дифферентен. То есть он, я даже не видел, чтобы он посмотрел, но он совершенно не поворачивается. Потому что для мужчины смотреть, привлекаться, ну смотреть на красивую женщину это нормально. Если он не смотрит это, ну это как бы реально нездоровое, это что-то как бы нездоровое. Вопрос в том, что поворачивается ли он, когда он проходит мимо, вот этот момент как бы важно. Вот это зависит от мужчины, вот если он не поворачивается, значит он нормально управляет своими чувствами. То, что он среагировал, это естественно. То, что он не поворачивается, это то, что значит он контролирует. Вот, я правда сейчас забыл. Ну так или иначе, я говорю сейчас о счастливых женщинах и мужчинах. Поэтому и мужчина и женщина, когда они вступают в отношения, они в принципе должны быть свободостаточными. Ну в какой-то степени. Поэтому, когда они общаются, то женщина говорит, я хочу замуж. Он говорит, а он может сходить, а что она украдет? То есть мне все хорошо, но я была бы счастлива, если бы замуж ушла. А если не выйдешь, то будешь несчастным? Нет, он тоже счастлива. Но если замуж, то я еще счастлива. То есть отношение такое, подход. И мужчина, безусловно, этим сильно привлекается. Потому что рассказы в школьной программе. Зачем в школе какие-то рассказывали? Какие-то там грустные глаза. Мужик один очень любил женщину, потому что у него грустные глаза. Прямо он так, прямо у сердца. Короче, он женился, и через какое-то время она стала веселой. У него грустные глаза. То есть несчастливая женщина, она может только стать не несчастной. Но счастливой ей трудно стать. Потому что она вступает в отношения с одним лишь желанием, что этот человек меня сделает счастливым. Он меня сделает счастливым. То есть она настроена на это. Потому что мы с вами знаем, что влюбленность она есть всегда. И дальше влюбленность может перерасти во что? Влюбленность во что может перерасти? В две вещи. Уважение. Уважение это же эти. Хотя это уже там уровень, конечно. Ну, мы же вашего друг друга уважаем. Уважение. 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 говорит с первой конструкции на полнота. Они не подходят к человеку. Уважение. Это очень тяжелый один человек к тренировке. Уважение. Вам является tasleg вожделением что хочешь, чтобы человек постоянно находился рядом. Это мое. Призвольное. А earrings Lost это когда ты даешь человеку кого свободы ты понимаешь, что ты уважаешь его чувства, ты отдаешь ему больше. Не требуешь ничего. Ну да. Привязанность это противоположность, если люди все правильно сказали. Потому что привязанность основана на всех вот этих тонких вещах, о которых мы говорили. Кому кажется, что у нас их нет. Кстати говоря, вот есть четыре враги, да, и первый признак, что у вас есть этот враг. Знаете, какой? На меня нет зависти. Первый признак, что у меня есть, это полная уверенность, что нет, на меня нет. Вот этот человек, когда есть то, что у меня нет этого, вот значит она и есть. Так все майя скрывает. Вот. То есть любовь – это беззаговорочная сама, правильно? Это все отдаешь человеку. А привязанность – это я хочу получить. То есть это как раз уже из темы, мы сейчас будем прыгать по трем темам. Это как построить отношения, значит, что делать, если неправильно, и как выходить. Может быть я попробую даже уложиться и все три темы рассказать вам. Не стоит. Нет? Мы попробуем, мы попробуем. Можно в конце концов под записи дать. То есть, когда несчастливый человек вступает в отношения, он и себя ставит в центр. А второго человека воспринимает как источник достижения собственного счастья. И поэтому иногда в отношения вступают в надежде, что вот этот вот человек мне даст все счастье. То есть как это? Витамины счастья, да? То есть когда этот человек мне должен дать все счастье, то если он это не дает, это в большом раз очарование. Поэтому женщина, она ведь должна счастливой быть не только перед отношениями. Если она должна быть, заботиться о том, чтобы быть счастливой, если она встроит отношения, если она уже в отношениях, не важно, если какой-то брак гражданский, если она даже как бы выпала из отношений. То есть она все время должна беспокоиться об этом, чтобы быть счастливой без мужчин. И только в этом смысле у нее есть какая-то надежда, потому что никакие внешние данные, никакие социально-статусные вещи не влияют на то, чтобы женщина стала счастливой или стала замуж. Не это влияет. На самом деле, ну, наверное, уже понимать, что как бы они эти все вещи определяют. Поэтому люди иногда боятся любви, потому что она требует полного питания, а мы как бы не очень хотим этого. Да, мы хотим все равно наслаждаться. Это заложено в нас. Я говорил, что люди не понимают, что значит они хотят быть Богом. Я вот когда рос, все время хотел быть, сначала, когда я учился в футболу, лучший футболист в мире. То есть я там говорил, красивый богатство, слава, красава. Потом он очень получил там, лучше там, боевыми искусствами вообще сказал, лучше там, бойцовыми. Потом я хотел повелевать стихиями там. Американцы там на нас наезжают, чтобы у них там землетрясение. Вот эти все мысли, да, это вот как раз и есть проявление желания Бога. Не в смысле, что я там хочу именно Бога поседобороже. А вот это вот желание вот повелевать, хоть канарейки, все равно желание властвовать, оно и есть, проявляется. Мы сюда попали, в этот мир. И здесь вот эти четыре вещи, которые я сейчас могу сказать. Первое – это чтобы женщина должна быть счастлива. Второе – так или иначе, все зависит от нашего разума. Той идеи гармонии, которая сидит в нашем разуме. Потому что гармония – это же не нечто абстрактное. Мы хотим гармоничное отношение. Но ведь мы же каждый по-разному гармонию понимаем. И вот если правильное понимание гармонии есть, то, скорее всего, отношения не слосятся тоже правильно. Если неправильно, ну то есть там внешний уровень, да, сексуальная часть, комфорт, вот такие вот все вещи. То, скорее всего, отношения не слосятся. А на это влияют гуны. И ведь, понимаете, женщина, она же… Вот здесь даже такая… Вот если женщина уходит от вполне нормальных мужчин. Ну, то есть нормальных мужчин уходит, и почему, что никто не понимает, что происходит. Просто в какой-то момент женщина, если у них, допустим, ну нет этого любви, она ушла… Просто женщина, она перестает выносить то состояние, в какое она стала рядом с этим мужчиной. То есть просто она вот настолько… Вроде он нормальный там… Не курить не перейду, то есть нормальный, да? Заботится. Но то, какое она стала рядом с ним, она… Она это не может переносить больше. И уходит в отчаянику. Потому что, как одна там… Кто-то там сказал, что… Ну там фразу, конечно, не цитату скажу. Что мне не нравится, какой ты. Не нравится, какая я рядом с тобой. То есть какая женщина становится рядом с мужчиной. И в этом смысле… Вот мы сейчас говорим о служении, да? И здесь вот есть вот ловушка. То есть нужно понимать, что первое – это женщина должна быть честнее. Второе – она все-таки должна подниматься в дуну благости. Это единственный путь к счастью. Ну невозможно в дуне страсти и невежестве построить хорошее отношение. Ну невозможно. Потому что будет давлеть, как бы не может у нее. Вот. Как это практически? Что значит подниматься в дуну благости? Общение или… Ну, конечно, да, первое – это общение. Смотрите, женщина же… Мы же знаем эту фразу, что женщина… У нее самооценка. Значит, вот третий пункт – это она должна быть с высокой самооценкой. Это третий пункт. Гармония желания. Да. А второе – она должна иметь правильное представление о гармонии. То есть знать вот эти вещи и как это все строится, чтобы не построить на нижней части. А важно, чтобы понимание гармонии совпадалось в понимании мужчинок. Ведь это важно тоже обсудить. А это все обойдет… И если женщина вся вот такая идеальная… Здравствуйте. Писоединиться. Можно, можно. Приходи с трех. С трех раз от фонаря все я должен обсудить. А это все постигается в общении. Это раз. Во-вторых, это постигается в взаимном обучении, все равно так или иначе. То есть эти точки, они все прикасаются? Ну да. Потому что… Я сейчас буду вот прыгать и иногда вот эти вещи, они будут меня вот возвращать к тому. Что я тебе сказал? Что она должна быть… Высокая самооценка. Высокая самооценка, да. Это очень важно. Это очень важно. Это принципиально важно. Но эту тему очень многое сказано насчет самооценки. И даже утвердать, что у женщины как таковой самооценки нет. Она что, животное? Нет. Просто она оценивает себя то, как оценивает ее окружающие. Это очень сильно влияет. Хотя бы я поняла, это такое яснение. Конечно же, женщины, которые уже много прожили и столько уже повидали, и столько раз обжигались, и вообще в принципе уже разумны. Они уже в состоянии поддерживать уровни своей самооценки на каком-то определенном уровне, ниже которого ее трудно опустить. Но мы говорим в том числе о тех женщинах, которые еще только формируют свою взглядовую жизнь. Возраст ведь разный, 16, 17, 19. То есть женщине очень важно, чтобы у нее было правильное окружение. То есть те люди окружали, которые эту самооценку повышают. Очень важно. Какие вот тонкая граница гордыни, высокая самооценка, завышенность? Каждого человека есть период в жизни, когда он испытывает давление собственной личности. Потому что гордыня такой проявленный очень. Но человек, который так или иначе задает себе эти вопросы, он очень быстро этот период переживает. Но гордыня, она безусловно присутствует. То есть женщина, девушка может гордиться своими внешними данными. Пока не обломаетесь. Это мужчины так думают, что женщины гордятся внешними данными. До определенного момента может быть. А потом некоторые женщины, которые постарше, понимают, что это не самое главное. Ключевое слово какое было? Постарше. Которое постарше? А вы сейчас вообще говорили? На начальном этапе, да. Так я говорю, что у каждого человека... У меня было 16 лет. Я приезжал в ряду из города Каменск-Уральска и считал себя крутым перцем. Они в какой-то ряде живут, а я из Каменск. То есть люди вроде, да? В 16 лет я приезжал к бабушке. Я ходил просто. Как я стал дендером. А что там? Невесты в вашем городе есть. Вот. То есть высокая самооценка должна быть. Ну а все остальное... Она же формируется в течение жизни. Вот как бы об этом речь, да? Если она правильно формируется. Если ее не уничтожили. Если человек сам ее в себе формирует. Если женщина сама в себе... Сама себе она как сформирует? Это очень такая... Знаете, это такой... Это ловушка. Вот у нас сейчас будет... У нас тема заявлена. Я уже повторюсь. Она сложная. Но мы будем трогать туда-сюда. И по сути дела у нас такой вот... Блиц. Вопрос-ответ. Получается. Мы сейчас говорим о том, что женщина сама себе формирует, да? Ну да. Я вот женщина. Я сама себе самооценку формирую. У меня всегда высокая самооценка была. По жизни. Значит, смотрите. Значит, вам правильно вложили какие-то основополагающие истины. Вот. Если девочка воспитывается неправильно. Ей посуду моет, да? И, значит, она там все время говорит, ты там... Да кому ты нужна, да ты там для ничего не нужен? Ну, то есть, когда с матерью начинаются эти конфликты. То у нее это формирует заоценка, самооценка, что она, как бы, ну, вот реально никому не нужна. Вот помните эту фразу русскую здесь? Не бьет, значит, не любит. Не бьет, значит, не любит. Не бьет, значит, не любит. А, бьет, значит, не любит. Ну, я слышал, не бьет, значит, не любит. Она как бы более точная. Потому что более благостная, как... Вот. Ну, хорошо. Давайте версии. Почему это существует такая вещь? Не бьет, значит, не любит. Внимание не бьет. Какие бы ревнует. Женщина должна быть нужна. То есть, она нужна для того, чтобы как-то кому-то что-то... Да. Если... Для побоев нужна. Да. Ну, почему она остается в этих отношениях? Ну, почему? Он ведь ее бьет. Он же не любит. Он же не любит. Она... Нет, слушай, что-то... Бить это любит, что ли? Не фига. Если такое у них... Я бы разобрала это тогда более детально. Например, если бьет. Одноразовая реакция или многоразовая? Вы понимаете? Есть люди, не предавшие ни разу, но и людей, предавших один раз. Если мужчина один раз поднял руку на женщину, второй раз будет. Не факт. Да. Ну, у вас уникальная жизнь и готовление... Она не только моя, я не по-своему только... Нет, но если ему обратно... Ну, понимаете, мы говорим, что всегда есть исключения. То есть, например, если говорим, что без длительных, долгих ухаживаний может быть хороших отношений, безусловно, на людских всегда исключение. Некий романтический любовь. Ой, да боже мой, все по-разному абсолютно. У всех бездлительных ухаживаний бывает. И всяко люди встречаются. У всех по-разному. Так вот, любьет, значит, мы любим, да? Это как раз все правильно. Из той сезанной оперы. Что... Что нет... Вот смотрите, женщина, она ведь не только привязывается к мужчине, который к ней хорошо вкусится. Женщина привязывается, в принципе, к мужчине. Вот стоит ему на полгода хотя бы. Маячит в ее поле, там, зрения, как... Не факт. Как ухажер? Ну, не факт. Ну, не факт. Ну, не факт. Если я полюбила мужчину, я к нему привяжусь. Если мне этот мужчина... Я к нему равнодушна, я... Вам больше повезло, чем другим. Почему? Нет. А у меня так разно. А у меня вот так вот. Как? Вот как говорится. Вот смотрите, значит, мужчина начинает... Если полюбишь, то и будешь с ним... Нет, нет. А любовь... А любовь это совершенно другое. Полюбить и привязаться, вот мы их разно избирали. Это совершенно разные вещи. Нет. Полюбить и привязаться, вот разные вещи. В этом мире очень много влюбленностей, подавляющих большинство, которые перерастают в привязанность. Но очень мало влюбленностей, которые переживают, перерастают в любовь. Если влюбленность не переросла в любовь, то она обязательно привязанность. Привязанность это сложная штука. И как раз женщины, они вот привязываются не только к любимому человеку. Они в принципе... А почему они привязываются? Потому что, смотрите, женщина, мы же знаем, да, вот это из терминологии. Женщина это батарейка. Вот у нее все качества даны, все самые чистые, светлые, все-все-все-все. Она же девушка, дева, от корень слова дева, да, бог, божественный, божественный, да. То есть в ней все есть. Если она эту чистоту сохраняет, то, значит, ее задача сохранить. Мужчина, он развивается. Мы знаем, что он аккумулятор, у него ноль, он бестолковый, он потом заряжается. А если она не десница, она что, уже все? Мы сейчас говорим о девушке. Нет, сохранить это не значит, не обойти. А что? Нет, я просто это... У нее большой потенциал, даже если она где-то ошиблась, это не сильно уменьшает ее потенциал. Так вот. Вообще не уменьшает. Спасибо вам, что я все время сбиваюсь. Вы извините, извините, я могу, я не буду комментировать. Сейчас, сейчас, я сейчас просто соображу, что я хотела сказать. Аккумулятор? Да, значит, смотрите, вот она такая чистая, вступила в отношения. Ну, у нас нормальный такой диалог, живой. И вот она в эти отношения вступила, и она же отдавать начинает сразу. У нее же огромнейший потенциал. Ее не надо просить служить. Это мужчина, ну, у него цель есть, он почему не понимает, что женщина так вот себя ведет? Потому что он, если... Короче, цель идет, если цель ломается, ну, как бы обломается, он передбросает все, ему не парится. А женщина, она как бы без цели, она начинает просто отдавать. И вот она вкладывается, вкладывается, вкладывается в отношения. И она вкладывалась, вкладывалась. И раз, наступает момент, когда у них разваливается все. Но она же уже вложилась. Она же всю чистоту, молодость. Фраза, да, я молодость на тебя дала. Вы же их не понимаете, как молодость отдала. Нормально же жили, ну, сейчас разводимся. Сейчас развод не стал. Проблемы. Развод изначально подразумевается как норма. Люди женятся, а они подразумевают развод. Прачный контракт и все такое. Они все сейчас уже молодежь подразумевают развод. Родители подразумевают разводить. А я могу сказать в этом контексте, можно потом? Да, конечно, не записать. И женщина, вложившись в нор, она уже потом... Она же раскратила свой потенциал. Ей просто облом его куда-то... Ну вот, как она сейчас, смотрите, она вот все отдала, и она сейчас в новое отношение пустая, что ли, придет. Она же пустая придет. И вот ей просто так жалко того, что она вложила в эти отношения, что она в конце концов начинает, привязавшись к мужчине, и вообще надо запомнить, вот четвертый пункт запишите из тех, которые вообще, вот, первая, там, женщина счастливая, там, ну и так далее. Четвертый пункт, мы разные. Мы разные, вот вы поймите, что мы разные. Мужчины и женщины, или все? Мужчины и женщины разные. Мы разные, да? Мы разные, абсолютно разные. Например, вот в этом плане. Когда мужчина и женщина встречаются, женщина, то есть мужчина, у него привязанность максимальная, в новочайном, как, правильно? Вот на этапе добивания, когда он добивается. Да, вот он хочет победить, вот, и он такой целеустремленный, в нем эти мужские качества, женщина этим как-то, вот, она привлекается, и вот он достигает, добивается этого всего, и у него вот этот момент, у него максимальное привлечение. И как только мужчина добился своего, у него начинает снижаться вот интерес к женщине. А у женщины наоборот, вот они встретились, у него максимальная, у него минимальная. Она сначала не понимает еще, если, кстати, еще пошло не по ее сценарию, то есть он, как бы, ну, давил на ситуацию, он, как бы, ее форсировал, он каким-то образом, ну, принуждал уже, как бы, чтобы все это быстрее, там, отношения эти все были. И вот, так или иначе, у нее большой привязанности нет, и она может быть даже, почему плохо, что без защиты, да, там, и женщина может, когда она под защитой отца находится, там, или старших братьев, там, которые, когда она может поделиться, или просто того, как он, такой, жлоба просто поставит на место, у нее есть шанс не поддаться вот этому мужскому напору, и не пойти, не принять важные очень обеты для себя в жизни под давлением. Под давлением обстоятельств, под давлением требований мужчины, там, или то, что он всех отшил, один перед ней встал, всех закрыл, собой. И она, как бы, ну, ну, что делать, ну, ну, вот, моя судьба, карминь. Вот. И в конце концов, она, даже войдя в такие отношения, она постепенно начинает привязываться. И через какое-то время она уже к нему сильно привязалась, а у мужчины интерес в этот момент снижается. Если в первый момент общения, вот в первый, там, период общения мужчина не сделал решительных шагов предложить замуж выйти, там, как-то там семью, там, все, знаете, то через пять, там, через три-четыре-пять лет вероятность все меньше и меньше. То есть она практически снижается до нуля. Мы видим эти гражданские браки, когда уже там уже и дети, уже и живут вместе, уже и в квартире. Она его спрашивает, а почему? Поженим с вами. Чего тебе не нравится? Все же хорошо, потому что интерес у него уже меньше. А она привязалась больше. Ну, сейчас скажу, договорю. Но женщина, вот она не знает, что этого феномена, что мужчина в первый момент, в первый месяц общения, например, сильно привязанность большая, а у нее со временем развивается. А она думает, да к яку, в принципе, тоже, когда мы познакомились, тоже не сильно была к ней привязана. Но ведь сейчас я уже спрою такие планы на будущее. Вот мы еще немножко поживем, и у него проснется. Не проснется. Как раз вот не проснется. Слушайте. Я согласна с вами в том, что мужчина очаровывается женщиной. И первое время, когда он не очаровывается, он в этих отношениях горит, ему все нравится, его подзаряжает этот цвет, все замечательно. А вот на этапе «женишься, не женишься» я читала такую информацию, что как бы тут не надо сильно торопиться, но и сильно промедлять бы тоже не стоило. Вот примерно полтора года дают психологи, что вы об этом думаете? О, полтора года, это замечательно, сколько. Кто это выдерживает? Я в наше время. Сейчас видите, это... Ну вот смотрите, у вас, когда ваше отношение к браку и к женихе, сначала вы говорили, что люди женятся и подразумевают развод, ваше какое отношение к официальному отношению? Вот давайте так, полтора года, вы сказали, отношения разводить, да? То есть полтора года должен мужчина хранить целибат, правильно? Что я скажу? Целибат хранить. Ну, не общаться с женщиной. Почему? Ну, со своей. Почему не общаться? Общаться, вот, живет с ней. Почему целибат? Так это уже гражданский брак. Это уже значит, что... Ну да, гражданский брак. Это не гражданский брак, это просто сожительство. Сожительство. Ну, это гражданский брак, сожительство. Если они сожительствуют, то тут уже, извините, как карты ляда. Что тут можно сказать? Мужчина, он хорошо устроился, ответственность нанесет, в тот момент любовь валит. Женщины все время по ушам ездят, что нам нужно сначала вот так вот пожить, чтобы понять, подходим мы или не подходим. Она уши развесила, привязана к нему, и для мужчины такие вещи, они выходят, как без гуся вода. Знаете, в основном сейчас женщины подходят, новое поколение, а в основном женщины. А почему они так говорят? А потому, что зачем ей дадут, зачем ей дадут, зачем ей дадут, ей хочется пожить жизнью, карьеру себе сделать, вот так. Есть машиношка, она может сама... У меня ощущение, что в этой жизни и так все хорошо. А извне? А извне? А что такое извне? Извне? Есть такое чувство. А вы докажите женщине, что женщина должна быть в счастливой браке. А кто извне внушил? Какое предназначение? А что такое общество? Визия. Подождите, кто внушил женщину? Мужчина. А почему? Почему? А мужчина внушил это потому, что это тонкая форма эксплуатации женщины. Конечно. Это просто эксплуатация женщины. Мужчины придумали эмансипацию, мужчины придумали все эти вещи, которые сейчас приписывают обществу. Для чего? Для того, чтобы просто наслаждаться женщинами. Как хочешь. Без всякой ответственности. А женщины думают, что это теперь уже их идея. Не нужны дети, не нужны... Они уже, знаете... А вот эти молодежь, да? Она сейчас идея такая у них, что они уже не хотят... А почему? А потому что им обрыгнули уже смотреть на родителей. Что отец изменяет, бегает. А мать с ним живет ради нее. Она понимает, что это отношение фальшивые насквозь, лицемерные. На хрен они ей нужны? Вокруг везде такие улучшения. Но они еще к людям привыкли. Они еще к удовольствиям уже привыкли. Комфорт, комфорт. Комфорт, комфорт. Опять же, навязанную вещь. Потому что сказано, что если вы хотите, чтобы вас ступили, почему вы так одеваете, чтобы вас хотели? То есть это вот привлечение мужчин к своим... Девушки этого не понимают. И даже женщин некоторые. И многие этого не понимают. Потому что вы сами разобрались, подругам подсказали. Вот. Итак, мы сейчас что будем говорить? У нас с вами еще раз будет три темы. В одной. В следующем моменте. Насчет того, что женщина очень энергетически вкладывает в отношения. А мужчина, с другой стороны, уже реально вкладывает в отношения. И вот уже привязка с ответственностью. Вместе вкладывает. Вроде как бы... Кормил-боил там. В ресторанах. Кто женщину танцует, кто-то ее пользует. Вкладывает. Да. Вроде как бы я ей шубу купил. Да, да. Она от меня поведет. Все. Нет. Я столько денег потратил. Все. Мужчина-то у него... Понимаете? Мужчина в этом смысле грех. Он узконаправленный. Вопрос в женщинах. Как они реагируют на подобные вещи. Вопрос не в мужчинах. Мужчину не надо даже... Нас всех надо простить. Мы очень примитивные. Мы сразу привлекаемся. Вот смотрите. Вот встретились мужчины и женщины. Что нужно для мужчины, чтобы он с этой женщиной захотел иметь отношения? Ну, как-то там познакомиться. Что? Внешние данные женщины. Сексуально она его привлечь должна. Он никогда не будет общаться с женщиной, которая его сексуально привлечет. Никогда. Никогда. Что может для женщины, чтобы начать какие-то взаимоотношения с мужчиной? Надежность. Занимание. Надежность. Чтобы заработился. Больше ничего. Нет. Сначала тоже он должен ее привлечь внешне. Нет. Интересно. Да ни черта не надо. Чтобы просто было и все. Не-не-не-не-не. Вот если вам... Можно я тогда разуюсь этим? Можно? Есть визуалы. Чтобы он был не дебил. Чтобы он был не страшнее обезьяны. Вот первое, не дебил. Не дебил. Не дебил. Потому что женщины привлекаются сначала чем-то? Интеллектом. Вы это знаете. Женщины привлекаются интеллектом. Мужчины привлекаются физическим планом. Вот это первое, что их объединяет. Нет. Много женщин, которые считают, что вот он должен быть таким широким, красивым, больше ее пока ничем не интересует. А почему они так считают? Почему они так считают? Почему они так считают? Потому что у них нет чего? Знаний. У них нет знаний, потому что раньше в обществе, которое было ведическим, как раньше было, и вокзал ближе к небу голубей, все было очень лучше. В армедическом обществе девочка с 7 лет находилась в обществе кого? Мам, бабушек, сестер. Это была община. А семья, которая у нас? Мама безграмотная, бабушка безграмотная, папы нет. И сверстится 11 лет в школе с такими же тупыми, как она, и столкнулась. Знания все оттуда. Это не об этом. И учителя, которые ничего не говорят, ничего не учат. Представляете, что будет потом у этих девочек, если они преодолеют вот эти все свои препятствия и все-таки создадут свою семью. Будучи бабушками уже, бабушками, уже нахлебавшись. Так вот раньше девочка, она была под защитой вот этой традиции. Их воспитывали, защищали от всего. Так, что там было даже, если кто-то вожделенно мог на эту девочку посмотреть, проклятье этих мам, тетей, бабушек, сестер просто в вас сразу. А если ему этого мало было, то приходила там вторая, приходила там папы, дядя, братья, они просто его замочили. Девочка находилась под защитой, она входила в жизнь, ее как сокровище удавали замуж. А что сейчас? Сейчас девочке 15-16 лет, и весь мир, весь мир думает, как ее эксплуатировать, как ей наслаждаться. Поэтому, что мы сейчас говорим, вот сейчас они думают. Давайте, вот как вот сейчас мы это все знаем. Сейчас мир это эксплуатирует по полной программе женщину. Поэтому мы, давайте сейчас разбираться, либо как правильно входить в отношения, либо как, что делать, если угроза отношения, либо как выходить или все вместе, быстро, под запись, с короткими комментариями, вопросами. Что мы будем делать? Второй вариант. Нет, какой же такой. Какой же случай. Поголосуем. Сколько было вариантов. Нет, самые неблагодарные, выдавать такие варианты, потому что всегда мнение расходится. И думаешь, нафига я это спросила. Всегда же понятно, что... А как планировали? Тут, видите, тут вообще... Мы же наш лектор, как сказали, так и будем дать. Послушаем. Мы будем, да, учиться с ними. Мы даем все в ваши руки. Давайте тогда начнем. А про влюбленность можно спросить? Да. То есть получается там и качество любви, и качество привязанности содержится в любви. Да. Влюбленность, да. Она, безусловно, и присутствует какой-то другой. Потому что мотивы разные. Ну, конечно, лучше по порядку уж, по идее. Вдруг мы первую тему закончим. Влюбленность, говорят, это тест-драйв. Тест-драйв любви. Влюбленность, показывает возможность, как может быть в вашей жизни, если вы будете все правила соблюдать. Так, давайте мы начнем сначала, как… 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 как расставаться? Ну, как вы, как вы… как вы. Давайте мы поговорим о том, в обратном порядке немножко. Короче, вот отношения уже есть, да, у нас же у всех отношения какие-то есть? Вот какие у нас есть три угрозы отношения, как они проявляются? Как вы думаете, вот есть отношения, вот как проявляются эти угрозы? Внешние, внутренние. Ну вот, как бы, вот что может быть, он может быть симптомами того, что отношения уже не уничтожены. Он бросит, безразумие изменения. Но это уже, это уже такие крайние, да. Все зависит от того, что женщина готова к мужчине. Давайте я первое скажу. Если женщина готова к мужчине простить все, то она будет с ним жить все легко. Ну это от чего она так ведет себя? Мы говорили от низкой самооценки. Нет, не факт. У меня высокая самооценка. Но я знаю, что я до определенного момента, ну а может быть и все прощу. Если мужчина просто будет жить в другой семье и приходить домой... Почему он не живет в моей семье? Ну, даже не все вы можете прости. Почему? Он у меня гулял, и что... Понятие «самооценка» у вас иная. Может быть, не знаю. Вы счастливы? Я не могу сказать, что я счастлива все время, как идиот. У меня четверо детей. Давайте так. Послушаем. Да, все не будем, да, его мне лучше очень. Мужчине нравится, что готовит его жена, и он где-то ест в другом месте. Значит, значит, он ест в другой женщине. Это как бы причины надвигающихся отношений, расставания. Так вот что еще может быть? У вас его мамы? Ну, у другой женщины он может. У любой другой женщины. В кафе, в ресторане, это у любой другой женщины. То есть он не получает элементарное... Ну, то есть он как бы ему не нравится, но не хочется надумать здесь. Вот он где-то приходит, будешь есть? Ну, не буду. Причем он это может не акцентировать вот так серьезно, и даже сам может не понимать, да? Ну, то есть мужчина ходит туда, где у кого женщины лучше сам жить. Лучше, лучше. Пирог. Пирог. Лучше пирог, да? Второе. Ему не нравится, что говорит жена. Пусть сами думают. Да, извините, я говорю, если тоже никто не отменял. А? Не нравится, а если она мудрые вещи не дает? Понятно, что он должен помалкивать. Мы говорим о том, что, смотрите, вот есть физический план, санкциональный, эмоциональный, интеллектуальный и духовный план. Да? То есть, да, она ему с ним все время пытается говорить, она ему протягивает руку, общение, а он эту руку, ему не нравится. Но это не значит, что у него нет этой руки. Он обязательно будет искать там, где зацепится, понимаете? То есть, мы сейчас говорим о разводе, мы говорим о том, что у него за отношением, да? Всему не нравится, что говорит жена, но ведь он же хочет общение. Он же ведь хочет, чтобы его женщина слушала. Примерно и в мужчине, понимаете? Есть простая притча. Подходит Адам Богу, говорит, Господь, почему ты сделал Ему такой красивой? А это, сын мой, для того, чтобы она могла понравиться тебе. Господь, ну почему тогда ты сделал такую глупую? А это, сын мой, для того, чтобы ты смог понравиться ему. А вот смотрите, я просто часто видела в семьях, когда, например, муж и жена где-нибудь сидят в какой-то компании, и она что-нибудь говорит, он такой, да вообще молчи там. Это же тоже как бы получается? Ну, по разные причины. Это вообще гумы, помните, Грина Гаш? Ну, это просто не так говорить, возможно. Ну, понятно же, что женщина должна ласковый голос, или это все понятно. Здесь немножко другое. Они же все равно встретились, как-то у них там было приличие. Просто, видите, да, вот муж вообще не хочет слушать, что она говорит. Но ведь он же хочет, чтобы кто-то его слушал. Кто-то найдется, понимаете? Вот она руку протянула, он не дает. Но он ведь тоже с протянутой рукой. Но кому-то другому. А, я понимаю. Мне кажется, здесь может еще быть так, что не то, что вот она мудрость какую-то говорит, объясняет. А тут вот на вся... Вот что бы ни сказала, все не нравится. Ну да, все. Это может. Это не по этому. Даже что-то может быть вообще, да. Что еще может быть причиной такой внешней такой, ну, действительно проявленной? Ну, то есть, домой не хочет идти, да? Близко, да. Дома не хочет идти. Дома не очень комфортно. На работу, там, на работе остается, да, там еще... Ну, видите, на самом деле, это не бывает не всегда вследствие угрозы развода. Например, если брак построен на второй чакре, на желании комфорта, то люди, они устраивают дом, стад, дачу, огород, и все. Но они вместе находиться не могут долго. Вот самое большое количество разводов происходит когда? После новогодних праздников. Да. После новогодних праздников. Нет, это массово, потому что отпуск, они вместе, то есть, люди, когда построят отношения, как бы, на внешних центрах, да, там, на сексуальных площадках, так сказать, им поговорить нечем. Они, у них было первый год, все хорошо, а потом уже, как бы, ну, реально говорить нечем. И на уровне комфорта, они, получается, живут на работе, отдыхают, приходят домой. То есть, вроде дома все полная чаша, внешне люди говорят, хорошая семья, но они настолько чужие, им поговорить и все было нечем. И мы просто думаем, что я домой приду, а тут я посижу с парнями, там, в общем-то, не так. Не мешает. А я сейчас схожу, я схожу. Вот. Я просто не понимаю. Значит, давайте, что-то еще есть, какие-то предположения? Когда он нахожу. Ну, это близко. Ну, это, скорее всего, к тому, что просто, ну, так вот они поженились, потом дети вообще, лопаты там, лопаты там, сарайки. Ну, не попилишь уже. Вот. Ну, на Западе сейчас можно попилить, богатых, но поэтому они там живут в сих пор, в семье практически нет. Налоговое законодательство такое, знаете, в Германии самое выгодное это, когда женщина с ребенком одна, а мужчина холостой. Меньше всего налогов у мужчины холостого, и меньше всего налогов у женщины с ребенком. Поэтому они не женятся и зарегистрировали. Он холостой, а она с ребенком. И меньше всего налогов. Ну, как бы, за какими говорили, что это жениться, значит, это... А самый большой налогов – семьи. Это специальное дело? Это идиоты. Это идиоты просто, понимаете? Нет, мне кажется, наоборот, идиоты. Почему они специальные? Так семья, семья ячейка – фундамент общества. Если семьи самые маленькие налоги, все будут в семью стремиться. А у них сделано так, чтобы все были корзавы. В Германии пять лет назад министр образования внесла проект законодательства, по которому через семь лет брак, если он не пролонгирован документально, считается располаганным. Потому что статистика... Да, разрушение семьи. Через семь лет статистика догадалась, что 95% разваливается, чтобы... И, короче... Ну, они разваливаются формально, они фактически надо это тоже учитывать. Итак, следующий, третий... Они разваливаются формально, а не фактически, в принципе-то. Почему бы они... Они разваливаются. В Гоне невежества люди, в принципе, думают, что они еще в отношении, а они уже не в отношении. Если... Дело в том, что вы же понимаете, если люди хотят быть вместе, они вместе, несмотря на всякие штампы и нештампы, тогда они заключат брак, если они хотят быть вместе. Я и говорю. И неважно, в браке... Давайте отступление, нечистое. Все в этом мире идет в трех гонах. В невежестве вообще непонятно, как люди создают отношения. Они вот проснулись в утром, думают, что ты кто? Ну, это я бутылирую. Вот. Ему рассказали, как это все получилось. Ну и потом уже, как Остап Бендер говорит, теперь как честный человек... Ему рассказали или он рассказал? Неважно. И как бы... Как Остап Бендер говорит, теперь как честный человек, я должен жениться. В легкую разводить. Вот разводят просто, так сказать, или сами по себе разводят. Разводы. Разводы-то происходят. По пьяни закрутилось, как в любовь и голубь. Вот. Ну да, как раз и с другой опыры, это тоже как пример хороший, но только в другом контексте. Значит, в страсти. Они просто хотят. Женщина встретила, и вот она говорит, так, наплевать мне на знания. Надо доверяться сердцем. Если я люблю, то, значит, я буду всегда с него лужить. Все, я люблю. Наплевать на знания, наплевать на все ваши этапы знакомств. Не, ничего не надо. Буду выбирать сердцем. Все, она выбрала сердцем. Женщина очень быстро может получить. Женщина может получить желаемое, но потом может не хотеть полученное. Она вот вышла замуж. А что в этом замуж делать, не знаю. Реально, так сказать, вот замуж вышла, а дальше ты что делаешь? Вот очень хотела. То есть все, что в страсти, да, быстро-быстро все сделать, пофорсировать. Оно не в страсти. Это у мужчины может в страсти, а у женщины это не виновидность. Вы не будете перебивать. Да они не виновидны. Не вектор, не вежество, страсть и благость. Это есть три категория. Три гонные просто. Это качество. Качество. Благость, в страсти это значит, что я очень сильно, привязан к результату, очень сильно. Я хочу замуж, я хочу замуж, я хочу замуж, я хочу замуж. И она замуж выходит, и дальше, так сказать, получается все. В итоге те же самые разочарования, боль. И ничем, в принципе, не отличается. Или та, которая в невежестве. А что такое невежество? Это не просто, как я написал, невежество, это иногда ждать. Ждать, когда вот он придет. Он проявится. Я буду читать молитву, а он проявится сам. И уже 40 лет, а он еще не проявляется. Мы будем ждать, сколько он проявится. То есть, я буду заниматься всякой ерундой. Вот я пойду в институт, получу образование, потом получу еще одно образование. А что это, разве не правда? Я получу, буду работать. Два образования получила, надо работать. Надо как-то карьеру сделать. Я все, 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 все. Я буду заниматься всякой ерундой, не связанной с замужеством. А он потом проявится сам. Сам появится. Вот смотри, я хочу выспаться. Я захотел поспать, в результате я пошел поесть. Я выспался, но нет. Как можно хотеть одного, а заниматься всю жизнь другим? То есть, я хочу поесть, я пойду посплю, а оно все равно придет, сытость придет. Я проснулся, он опять, как это, взглянул в окошко, поспал немножко, опять взглянул в окошко, а там полформы говорят, что это город не надо. Вот если бы женщина 5%, 3% того времени, которое она потратила на все ерунду, учеба, работа. Если бы она потратила на изучение, как стать счастливой, как выйти замуж, она бы получила те отношения, как и она хотела уже давно. Ну, понимаете, мы же вот, движение, 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 это просто ждать. Я рассказать хотела, мы когда в Челябинск ездили, в школу детскую, значит, там старшая группа, они где-то, наверное, 13-15 лет девочке, они изучают, что такое приданное, они изучают, зачем это нужно, они там, не знаю, рукодельничают, подушечки эти, как бы вышивают, и их учат, чтобы они вышивали это не для себя, не то, что мне нравится, а медитируют, понимаете, на суженого. Вот какой они, ну, как бы, вот с этих лет они думают о том, какой человек в их жизнь придет, и она сейчас, сейчас уже вышивает руками, что-то делает, и как бы вот этим своим рукоделием, даже вот этим своим, она хочет встретить своего, понимаете, любимого. Ну, это вот на вопрос, а что делать? А я здесь добавлю? А если она потом не получит этого любимого? Получит, получит. Вообще, даже сомнения можно. Хочешь, получишь, Бог точно. Так вот, я здесь с собой надобариваю. Девушка, если она не проговаривает, кого она хочет, то есть мы, почему у нас не получаются отношения? У нас не получаются отношения по той причине, что мы даже не понимаем, чего мы хотим в отношениях. Мы даже не понимаем, то есть мы не изучаем этот вопрос. Мы просто хотим по определению, а чего мы хотим? То есть природа толкает в эти отношения, а как это все должно быть, и чего там мы хотим получить? Как, в принципе, эти отношения должны быть? Вот я и говорю, извините, пожалуйста, вот природу толкает мужчина, потому что он не может смотреть на красивых девушек просто так. А девушка, даже выйдя замуж, совсем не понимает, зачем она там оказалась. Такого тоже было. Бывает, бывает. Итак, что же не нравится мужчине? Третье, что является признаком того, что отношения под угрозой. Может, он подарки или нет? Правильно. Он не хочет тратить деньги на женщину. Благодаря, он не хочет. О, как все запущено. Значит, он тратит деньги на другую женщину. Мужчина не может не тратить деньги на женщину. Его природа делает женщину счастливой. Он ему нафиг жизнь не нужна, если он не делает эти вещи. У него природа такая. То есть мы если не говорим о монахе, которые не улыбаются. Все остальные, которые улыбаются. Вот их природа делает женщину счастливой. Если он не тратит женщину на длинную женщину деньги, значит он... Вот. Это три вот этих вещи, которые вам надо запомнить. Нет, давайте еще раз. Первое, это есть не дома. Второе, это тратить деньги. Не нравится, что говорит жена. Раздражаешь, что жена говорит. Раздражаешь. Это как бы такие явные признаки, что отношения у вас уже ухудшаются. Так вот, что нужно делать для того, чтобы исправить ситуацию? Давайте как бы... Поскольку мы все в отношениях, поэтому лучше... Я даже бы сказала не что, а как, еще и как добавила бы. Давайте так. Первое, значит, что нужно сделать, это... Какие? Убеличить время общения личного. Это вот мы сейчас говорим о том, как поправить отношения, которые у нас с вами могут и иметь очень хорошие, да? И первое, чего нужно избавиться, это нужно избавиться от влияния телевизора. Телевизор и интернет. Это разные немножко вещи, но телевизор, это очень страшная вещь, потому что она отнимает все общение у людей. Практически все общение. И иногда семьи настолько живут, что они просто уже перестают общаться, потому что они просто все смотрят телевизор. Один в одной комнате, другой в другой комнате. И все наши отношения в большей степени, они портятся только по простым вещам, недоговоренности. Просто вот не общаются, да, слушают. А если вот, допустим, в семье живут два человека, которые оба готовятся к лекциям, то как тут быть с интернетом? Можно просто на два сна цвета используются? Мы сейчас об интернете немножко другом. Я не планирую встречу, думаю. Потому что, правильно вы говорите, потому что многие у семьи уже сидят в разных комнатах и общаются в час. Это уже не шутка. Это реально. Это не шутка. Лежно с собой. Да, я пишу ссылки на сайте прямо в контакте. Понимаете, вот это как раз. Но я сейчас про интернет в другом. То, что с телевизором, понятно. Он просто отнимает время на наше общение. Это понятно, да. То есть люди смотрят эти передачи, ну некогда просто. Просто некогда. А интернет имеется в виду в плохом, потому что это просто один сплошной, как это сказать, бордель. Там интернет может дать удовлетворение самых позорных желаний в одну секунду. Кстати, что у интернета, что у телевизора есть один еще негативный момент у телевидения. Что помните, я говорю, а у вас не было в прошлой, в прошлой раз никого, когда эта лекция была. То, что вот негативный фон идет через звук. И вот современное телевидение, оно очень сильно дает, как бы, вот это вот вожделение через звук. И люди, и как бы супруги начинают просто ругаться, просто ругаться под воздействием вот этого непрерывного вожделения идущего с телевидения. Потому что, как мы говорили в прошлый раз, что самое главное в кинофильме? Ну я вот уже ответы дал. Ни игра актеров, ни сюжета, ни там лихо закручивания, да. Ничего. Звук. Звук оказывает самое сильное влияние. Если вы возьмете какой-то фильм, я, например, говорю, фильм ужасов возьмете, ключ Генни Хилл, там, где где-то мотив. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Фильм ужасов, да. Это просто ржачка будет, реально. Без вот этих звуков страшных, да. Или там вот этих вожделений всего-то. Просто вот поставить, например, веселую музыку. Маски шоу. Смотреть невозможно, да. Потому что звук, он влияет на все. Поэтому, а интернет, это вот такая штука. Которая, которая дает негатив. Мужчина что-то захотел, открыл. А если он занимается обработкой фотографий, просто живет в социальной. Кому как повезло. Кому как повезло. Да, это очень непростая ситуация, потому что когда мужчина смотрит постоянно на фотографии молодых женщин. Нет, там у него свои-свои фотографии не молодых женщин. Неважно, он все равно там проверьки будет, вравнуйтесь. Проверьки будет. Нет, Васильевна там фотографии городов там, траляля. В городах тоже женщины есть. Он просто не все фотографии показывает. Женщин нету, проверено. Проверьено. Удачи очень хорошо научился прятать за всю жизнь. Дело в том, что сказано, что если человек смотрит более чем одну, чем 4 секунды на вещь, он к ней привязывается. И в Бхагавадхите, в Священном Писании, которое сам Господь нам сказал, сказал, что привязанность, что созерцание объектов чувств, восприятия порождает привязанность. То есть привязанность рождается из гнева, из гнева вожделения, из вожделения жадости. И это пожирает сознание живого существа. Так вот. Дальше. Следующее. Мы сейчас говорим о том, что сделать в семье, в отношениях, чтобы у нас избавить от негативных влияний нашего общества. Следующее. Это нужно вместе обедать. В смысле принимать пищу. Это очень важный момент. Это очень важный момент, потому что общение. То есть мало того, что нужно общаться. То есть телевизор вы выбросили. Нужно общаться. Но нужно общаться еще в приятной, благостной обстановке. А приятное, самое приятное, благостное обстановление, это за столом. Но семья это и есть совместный прием пищи. Семья это и есть совместный прием пищи. А нам больше ничего. Потому что все остальное мы на работе, где-то болтаемся. И вот когда вместе семья собирается, у нас сейчас либо стола нет, либо нет общения. Либо, что иногда бывает, ни стола, ни общения. И как же это общение будет поддерживаться? Поэтому должна быть приятная, благостная обстановка и вкусная пища. Как мы говорили, да? Она должна быть привлекательной для мужчины. Обязательно. Поэтому это... Тем более женщина она же вкладывает в свою любовь. А если он сам себе готовит? В современных условиях это вполне нормально. Причины, которые разрушают отношения. Ну, а если полуфабрикат? Если он это делает, как, знаете, не как, вот, жена приходит с работы, зарабатывает деньги, он в фартуке подбегает, а я приготовил уже. Это будет разрушительное отношение, безусловно. Потому что подмена природы, природа, когда лучше наполняет свою природу, ну, плохо, говорит Баговадгита, чем чужую, ну, хорошо. Природа, если идет нарушение. Но если это он делает, как подарок жене, как служение, как то, чтобы доставить ей радость, то это укрепляет отношения. В любом случае, это процент все равно не в пользующем, да, он готовит, ну, не часто. Он готовит, ну, он любит готовить, почему бы не сделать, да. Жена мотаться, он не сделает, картошку сварить в вунги. Вкусные блюда. Кстати, я вам рассказываю, что он повар. Кстати, я же повар, а вы дома, я никогда не готова. Понятно, потому что придешь на это, как вы видите, придешь. Каждый должен своей природы. Да, приехал на море, а там с ним. Итак, значит, это второй пункт, да, улучшение наших, третий пункт. Если у нас есть отношения, как что-то портится, нам нужно, чтобы удалить негативное влияние, как положено, полу. То есть, это что-то значит, это значит, что, ну, как-то об этом нужно поговорить, если это есть, да. Потому что, ну, не все реально мужчины понимают, что женщине неприятно, когда он там чучукается. По телефону или там, ну, знаете, там, начальник, там, говорит наставления какие-то. Ну, понимаете, что мы говорим, то мы будем развивать эту тему. То есть, здесь нужно просто реально, ну, женщина должна как-то очень тактично, деликатно сказать, что ну, мне вот эту боль доставляешь, когда ты это все делаешь. Плюс мужчина должен, в принципе, сам, как бы, ну, ему нужно, в конце концов, объяснить, да, потому что если он поворачивается, все время за женщиной, ну, просто это сказать. Ну, а что, ну, нельзя, это просто неприлично. То есть, влияние противоположного пола должно быть минимизированным. Потому что мы знаем, что причины, как бы, корни причины разрушения отношений, в первую очередь, является вожделение. Вожделение. И первая причина – разрушение отношений. А я правильно понимаю, что если женщина, она, как бы, в таких случаях, ну, допустим, по носу щелкает, да, вот в этом, в общем-то, как бы, одна из функций защиты мужа от женского влияния состоит, так? Да. А вот если, допустим, если, допустим, женщина чувствует, что муж как-то, ну, как бы, с кем-то ласково поговорил, то она с кем должна поговорить? С той женщиной или с мужем? С мужем, конечно. Хороший вопрос. Я бы с женщиной поговорила. Я так сделала однажды, одну женщину, я так и написала. Если я еще узнаю, что что-то будет. Девочки, уберите, пожалуйста. Я написала ей так, что об этом узнает твой муж. Все. Заташения прекратились. Это очень даже спрятано. Помните, да, другую фигуру? Да. Женщины уберите вашу бать. Да, хорошая фигура. Ну, в общем, вещь такая, что попадает в форму. Если мужчина попадает в сознание, очень глубоко действует. Потому что даже если человек трезвый, попадает в компанию пенок, где пьют, он невольно вгенеется. Они пьют все, а он сидит и он чувствует, что у него начинает уже глаз смутиться. А вот когда... Ну, это немножко, да? Ну, есть такой эффект. А когда вожделение проникает, то это сразу сто процентов эффект. Тут же сразу проникает внутрь и начинает давить. Поэтому это на уровне разума уже. Это уже, ну, как бы вот тут... У меня нет прямого ответа на этот вопрос тому, с кем. Это как отношения существуют. Потому что если доверительное отношение настоящее, то... Ну, женщина найдет, как сказать мужу, что ей больно от того, что он там сюсюхает. Ну, иногда, знаете, проблема этих отношений в чем возникает? Что мы, поскольку ждем, что противоположная сторона принесет нам счастье с собой в нашу жизнь, да? А мы получаем вместо счастья, одни только заботы, обязанности. И счастье-то даже не намекает никакого. Нет никаких проблем. Вот это вот... То есть правильно, как говорите, надо отдыхать. Обман? Обман. Вот он, когда вот неправильное понимание того, как ты, для чего семью создаешь, он может... Ну, как это, знаете, реклама есть, а добава нет. То есть ты как бы думал, что там будет все классно, а тебя обманули. И что нужно сделать? Надо идти в конкурирующую фирму и посмотреть другую товар, другую рекламу. Может, там чего-то дадут. Значит, следующее. Если есть отношения, как она начинает портиться, очень не мешает иметь какую-то помощь старше. Ну, раньше мы говорили, что семья была, это другая семья. Это были мамы, бабушки, сестры, тети. Была община всякая. Вот, они давали советы. Сейчас с мамами проблема еще больше. Как те отношения, трудно, хорошие получатки, отношения с родителями, с родителями. Мало того, что ничего не понимают, они еще не выполняют свою самую главную обязанность. А какая мне главная обязанность у родителями? Защитка. Уложить правильные знаки. Вы это человек. Если они сами имеют, да, эти знаки. Какие у них еще? Защитка дальнейших. А в чем она появляется? Защитка. В бескорыстном принятии любви бескорыстного какой-то. Ну, свои понятия любви тоже есть. А он про поддержку. И бескорыстное. Это очень редко встречаешься любовь к бескорыстным родителям и к детям. В чем у свои ожидания вкладываешь детей? Самая главная обязанность – это принятие негативных эмоций от детей. Потому что это же правильный принцип любохода, да? То есть дети сливают на родителей, на маму, потому что она ближе всего общения. Значит, жена ждет мужа, а когда он приходит, она на него выплюскивает, он, соответственно, либо у него духовный наставник, либо он в духовной практике. Ну, а духовный наставник Богу сливает. То есть это правильный отношение. Потому что если родители начинают сливать, наоборот, муж приходит на жену, а вот жена, так сказать, всю эту проблему, так сказать, на детей уваливает, дети там кошку ему наступили на хвосточек, кошка канарейку загребла. Ну, какая-нибудь, какая-нибудь, какая-нибудь. То есть неправильное-неправильное отношение, так сказать. Вот, поэтому, то есть женщина должна иметь, вот сейчас я как раз прокомментирую один из ваших многочисленных вопросов, или марок, да? Что женщина должна иметь поддержку со стороны старших. Потому что женщина сама по себе вырваться из негативных отношений почти не может. Почти не может. Она должна получить знание, это извне. Либо кто-то должен ей сказать, что она не дрянь последняя. Потому что она живет с мужем. Если я такая дрянь, мне вот мама всегда говорила, что что ты хочешь получить в жизни? Ты с тобой жить невыносимая, все прочее. У нее низкая самоцентра. Муж с ней обращается отвратительной. Значит, и она понимает, что она никому не нужна такая. Хоть этот меня терпит, хоть не убил еще, слава Богу. Если кто-то ей не скажет, что она на самом деле не такая, что она, так сказать, божественная, чистая. Просто она попала в эту ситуацию. Она сама не поняла. То есть она должна послушать семинары, сходить на лекции, туда ей должен сказать. И в этом смысле совет старших важен. Чтобы когда женщина, потому что мужчина начинает как бы все больше, хладевая, начинает вести себя неподобающим образом. И женщина, она начинает потихонечку принимать вот это вот плохое к себе отношение все больше и больше и больше. И вырваться из них не может. Она не может вырваться. Она уже столько вложила, чистоту свою отдала. И куда она такая? Куда она бьет? Она уже потеряла целомудрие, так сказать, распратила там себя. Ну как бы, ну вот, и как бы отношения затягиваются, затягиваются, затягиваются. Поэтому здесь нужно, чтобы кто-то... Почему? Что такое старший? Старший это тот, кто не имеет корысти. Потому что если к подругам придешь, они никого не посоветуют ей зависть. К маме придешь, что мама скажет? Я тебе говорила. Сама виновата. Я тебе говорила. Я тебе говорила, я тебе говорила, сама виновата. Ты пришел в сердце свое, ну просто, ну, тяжело. А тебе еще, так сказать, плюс. Еще больше. А старший это тот, кто не имеет корысти. Тот, кто действительно может тебе, как бы, посоветовать. Ну, помочь в этом смысле. Так, еще один пункт. Это быстренько закончим. Сколько у нас? Настя. Ну, мы сегодня... Ну ладно. Мы только сегодня среднюю тему. Итак, снизить требования к партненке. Очень не грозно. Понимаете? Посмотрите, требования к партнеру. Вот. То есть требования, какие требования? Не в смысле, что там... Ну, теперь, теперь карбаш. Те требования, которые вызывают у партнера дискомфорт. Понимаете? А у нас требования иногда завышенные. Завышенные требования. Это очень непросто сделать. Потому что заново, понимаете? Заново открыть сердце тому человеку, который... С которым отношения уже... Уже, как бы, не очень хорошие. Не очень-то просто. Вот. Это надо смелости... Вообще-то работа, да? Вот, что мы говорим, это работа. То есть, так или иначе, каждый по-своему это может понимать. Вот. Но... Мужчина же он, какие у него вещи, да? Согласно зарушению трудностей поспорить, да? Это нужен, свободен, принимай такие вот какие есть, да? У него такие вещи. И вот эти вещи, так сказать, нужно как-то вот в себе перевалить. Что значит нужно, что значит свободен, что значит перевалить. Ну вот так или иначе, да? Значит, еще один момент по поводу советов, да? Нельзя слушать советов от тех людей, которые не смогли сохранить свою семью. Ну, потому что почему? Ну, потому что... Ну, потому что... Ну, такая... Ну, такая... Ну, такая... Ну, мы сейчас говорим, не какая вторая семья, потому что сейчас... Пойди найди в одну семью, да? Сейчас, ну, современная молодежь уже по одной семье в этом будет. Первую сначала шишек там, другие, потом... Лечь идет о том, что человек вот сейчас вот не в отношении. Вот. А что им движет, как правило? Ну, что он любил раньше? Зависть. Зависть движется. Зависть движется. Ну, и последнее. Ну, не знаю, что. Да... Такую мне, кажется, глобальную работу над ошибками привела, и я не раз даю советы, если... Ну, не то, что меня спрашивают, когда... Ну, почти спрашивают. Не так, что я прямо эту тупую расскажу. Нет. Ну, какой-то вот... Ну, будет элементарно. Можешь пример приведи? Ну, вот у них период уже там полгода, вот они прямо вот ссорятся, 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 все, я подаю на развод, там все-все-все. Я говорю, ну, может, у вас просто период такой... Ну, разберись, потерпи, не знаю, поживите, попробуйте раздвину. Ну, как бы вот то, что на вершине очень рекомендую, то, что на многих рекомендую. Ну, вы же смотрите, вы сейчас говорите... Я против, я всячески уговариваю, чтобы не разводились. Потому что вы им передаете знания совершенные. Мы все здесь несовершенные. Мы все выходцы из этого социума, поэтому куда у нас еще. Но если мы передаем совершенные знания, то мы в этот момент становимся совершенными. Мы передаем не свои знания. Вот, если вы себе присваиваете все, так сказать, от своего имени, я вам говорю, не разводитесь. Я вам говорю. Я вам говорю. Поверьте мне. То есть вы опираетесь, и вы как бы чувствуете за спиной опору на парампору, да? То есть есть один наставник духовный, за ним его наставник и так далее. То есть вы передаете знания ветв, знания тысячелетней мудрости. И то, как вы его передаете, это понятно, что вы передаете знания то, а не снять себя. Речь идет о том, что на любитовом уровне сидят, советуют, не опираясь ни на что. Но так или иначе. Но в принципе, вы правильно затронули тему, что семью или отношения, семью, да? Потому что семья, даже гражданский брак, это все равно семья, так или иначе. Семью нужно спасать, как ребенка, это вот такой эксперимент. То есть нужно все сделать для того, чтобы эти отношения сохранились. Потому что это всегда негатив. Ну и значит, даже если у вас произошел какой-то разрыв, разлад, нельзя считать, что это решение окончательное. Просто нужно отстраниться, вот как все время советуют разъехаться, пожить отдельно. Но так или иначе, точку ставить время. Не мы ставим точкой. Не мы ставим точкой. То же самое, как вот женщины, которые отношения развалились, ну и мужчины. Они говорят, все, я все понял, я переживу. И начинают быстро начинать отношения. Это очень сложный процесс выхода из разрушающих отношений для того, чтобы сохранить способность любить. Более того, сохранить способность к счастливому будущему. Это очень сложный процесс, который требует времени. Здесь от вас ничего не зависит вообще. Я не знаю, я вот один раз поставила точку и ни о чем не жалею. Потому что два года отношений были, я сказала все, и никакого возврата, и при искушении возврата я все равно сказала. Я немножко о другом. Вы и следующие отношения, когда у вас начались? Что? Следующие отношения развились через какое время? Ну, примерно через 10 месяцев. Вот, я о чем вы говорили. То есть я говорил о том, что через 2-3 недели, когда отношения начинают там, да? То есть для мужчины это просто лейкопластырь. То есть он получается, что он затыкает свою рану сердцем. Женщина начинает жить. Ну, как бы вот, она каким-то образом это решает. Вот. А женщины приходят, ну, как ведут другие отношения, но в итоге, значит, это все разочарование. Но это может быть сейчас мы успеем. И эту тему будет. Потому что тему, как строить отношения, мы просто осудимся. В прошлый раз вы не были. Ну, если со стороны, то будет. Вот. Значит, когда отношения вот развалились, как бы, да? То не нужно в этот период, как мы правильно сказали, создавать новых отношения. Какое это время надо терпеть? Потому что мы время только стали точками. Оно не только лечит, а оно еще понимает дверь. Это хорошо понимают гадалки. У меня. Я скажу, Малик, если вы позволите, я секунду расскажу. Я скажу. Вот этот момент очень хорошо гадалки понимают, которые гадают. Что? Я хочу дослужить лектора. А, извините. Ну, в общем, в любом случае, если это развод, это всегда плохой пуск. Это нужно тоже понимать. Вот. Ну, и желательно не обвинять друг друга. Это уже такие пожелания. В любом случае, возврат, так или иначе, может быть. И лучше его показать нормально. И, таким образом, вот давайте сейчас тема у нас, одна тема закончилась. Ну, по ней попросим ПСД и быстренько садим еще. Есть вопросы по этой теме? По теме, как, что делать, если у нас отношения начинают давать трещины. А вы повторите, пожалуйста, столбиком рекомендации, я запишу перечень, скажи. Давайте. Увеличить время общения и начать в позитивной манере прояснять ситуацию. В позитивной манере прояснять ситуацию. Непонятно. Не в претензионном. Конечно. Так, обратитесь за помощью к старшим или уважаемым людям. Удавить негативное влияние противоположного пола. Снизить требования к партнеру, вызывающему дискомфорт. Удавить негативное влияние противоположного пола. Снизить требования к партнеру, вызывающему дискомфорт. Требования к партнеру, вызывающему дискомфорт. Не слушать советов тех, кто не смог сохранить семью. В крайнем случае можно пожить отдельно, по уможительным причинам. Чтобы лучше оценить ситуацию. У меня совместный прием пищи еще в деревне. Да, да, да. Совместный прием пищи. Да, да, да. И избавиться от семью. И последнее. Спасать семью надо так же, как спасать ребенка. И так. Давайте мы... Это получается, если пароль инициатива мужчины... Я вот не успела. После не слушать советов, не сумевшихся, принесли ее... Давайте просто давайте кто-то... Можно я, когда подспрошу ли кто-то? Так что? А вот не слушать советов, не сумевшихся принесли ее... А последний можно? Пожить отдельно. А, ну да. В крайнем случае, да. Ну да. А я спрашивала, что это получается инициатива как бы от мужчины, чтобы семья продолжается. Но я вот слышала такое мнение, что мужчина из семьи сам никогда не ходит. Нет, почему? Что он... Ну да. Но имеется в виду, что ему уходить, если у него есть жена, есть секс, зачем ему уходить? В каком смысле? Конечно, он сам не уходит, пока его не допекут. Да почему? Пройдет. Почему? А что? Это же надо сильно постараться. Если как бы гармония... Понимаю, гармония у него специфическая. Вот, посмотрите, если они... Если культурный уровень разный, в принципе, если... Там много причин. Давайте я попробую ответить на ваши вопросы. Вы задали вопросы. Пробуйте. Как что значит, мужчина не уходит, да? Вот смотрите, на каком уровне... То есть каждый человек понимает по-своему гармонию. Вот если его гармония заключалась в сексе, в сексуальной жизни, да? А именно это движет мужчины на этапе знакомства. То, как бы все в этом материальном мире, все это пресыщение наступает. То есть мы знаем эти стадии, да? Волод, потом насыщение, пресыщение, отвращение. То есть если по этому сценарию прошла жизнь, то почему он не уйдет? Он же не понимает... У него все разладилось. То есть люди встретились, начали жить. У них там первые полгода, там, вурлески, там, в год. Потом, значит, получается, что поговорить нечего. Они друг другу начинают претензии предъявлять. А чего ты меня не понимаешь? То есть они пообщаться-то не могут, потому что все в этом было основано. То есть они понимают, что они совершенно разные. То есть у них вообще все разное. У них все жизненные интересы разные. То есть они пытаются друг друга переделать какое-то время. Потом через какое-то время просто ненавидят друг другу и расходят. Почему? Мужчина, в этом смысле, инициатор. Он уходит просто. И за поиском новых наслаждений. Нет, я понимаю. И тогда женщина может все это применить. А если, например, женщина будет находиться и мужчина тоже самое должен делать? Ну, в этом мире, с точки зрения, вот если есть ли этих правил, ну а что, если он перестанет смотреть свой футбол с пивом и начнет пытаться выслушивать женщину, интересоваться, что у нее в жизни, что у нее в голове. Разве это не изменит отношения? То есть это в обе стороны? В обе стороны это, в принципе, зеркальные вещи. То есть, ну, хорошо. Значит, вот… Я правильно понимаю? Фундамент хорошей, крепкой семьи, это еще и культурный уровень и общность интересов. Правильно? Это как один из этих элементов. Да. Общность интересов. Но интересы с годами тоже меняются. То есть люди начинают, кто-то растет, а кто-то останавливается. Интересы меняются. Они общие интересы, когда они студенты. Вот. Вместе. В одном потоке. Потом они просто по-разному развиваются. Они по-разному развиваются в том случае, если они все-таки расстроятся. А если они не расстроятся, и все нормально. Они все по-разному развиваются. Они просто по-разному развиваются. Вы имеете в виду по скорости? По скорости. Могут и по направлению. Ну, понятно. То есть, женщина, допустим, ушла вся в быт. А муж, допустим, он стал бизнесменом и руководителем какой-то фирмы. Или один, например, духовный, а другой… Ну, это как вариант, да. И вот она, значит, возится с детьми. Ну, так сложилось. У нее дети там четверо. Она же не работала над тем, что это сложилось. Она у нее там как бы декрет, декрет, декрет. Она там десять лет занимает. А он весь такой, знаете, процветающий такой. И все. А потом он через десять выйдет. А что ты мне тут дура не образована? Зачем тебе нужна? Старая, некрасивая. А скажите, пожалуйста, можно у вас вопрос? А скажите, вы читали книжку Ольги Валяевой «Предназначение быть женщиной»? Ну, посмотрите на меня. Реально вообще. Я по боевому скучному могу рассказывать, но не уснюю все. Я могу все рассказать. Показывать полдня. Можно прямой ответ наперед? Да. Читали? Нет? Есть очень такая хорошая книжка для женщин, мне кажется, очень подходящая. Но мы разные. Она же для женщин. Но если мужчина психолог, может, ему тоже интересно. Поэтому просто спросила. Я не хочу ничего сказать. Я просто спросила. Надо два парня. Итак, давайте мы пройдемся быстро. И так четыре стадии исцеления сердца. Это нужно знать, потому что, в конце концов, всех нас это может постигнуть, поэтому лучше знать. Знакомые есть, не нужно определиться. Мы с вами говорили, что мужчина испытывает сильное чувство в начале отношений, а потом со временем выгасает, а женщина, наоборот, привязана. И вот тут надо еще запомнить, это уже из знакомства, из правил знакомства, что когда люди начинают строить отношения, то есть женщина должна стараться, стремиться строить отношения с теми мужчинами, которых она не видит в своем будущем, мужьями. То есть, если она считает, что она влюбилась с первого взгляда, то это самое опасное положение женщины. Не знаешь почему? Да? Кто знает? Разум отключается. Разум отключается. Разум отключается. А что, кстати, это не ответ? Что он сказал? Он сказал, что женщина в таком случае, она не может рационально ответить, она уже привязалась, и она не будет ждать… Она нет. Она не будет ждать вот этого периода помолвки, там, от полугода до года, то есть она будет там жалеть его, там, не знаю, не будет объективно его оценить. А почему она его объективно любит? Потому что она уже привяжется. А почему она привязалась? Влюбилась. Разум отключается. Это можно вложилась в него. А почему она влюбилась в него? Да можно вложилась в него. Нет, это не вложилась, только познакомились. Потому что она несчастлива, она ищет счастье в нем. Вот, смотри, ближе, я сейчас разорю тему. А женщина в самом деле? Женщина, как она может знать мужчину? Как она может в него влюбиться? Как? Ведь его привлекают другие качества, но не внешние. Ну, сейчас, конечно, там, бывают внешние привлекаются. Понятно, что внешние все не как-то, значит, что не отталкиваются. Но как она может в нее влюбиться? Она его вообще не знает. Не знает. Женщина по природе чистая, целомудренная, благочестивая, красивая. Спортсмен, кажется, он просто красавец. Она, значит, она, глядя на мужчину, видит не его, а отражение свое в нем. Она его придумывает и начинает учиться. Идеализирует. Идеализирует. И она влюбляется в тот образ, который она придумала. Откуда она знает, что мужчина второй день видит? Откуда все может? Он ей предложил близких отношений. Она говорит, какой он класс, он сумел понять мой внутренний бой. Она говорит, ну как понять-то, откуда? Мы не общались. Ну как, не может же мужчина вот так хотеть близости со мной, если он не понял, какая я прекрасная внутри? Сиди давай, сама скрывай. Мужчина нет никаких вариантов, он не понимает, он просто примерзся, он хочет все. А женщина, она же начинает видеть глубину мужчины, она его раскрывает, она привлекается вот этим миром. Она переносит это на мужчину. Если он меня желает, то он, значит, он самый лучший, потому что он смог оценить меня по достоинству. Поэтому, если у женщины возникла эта иллюзия, что она очень сильно влюбилась в мужчину, и она уже видит его в свой будущий мужик, это самое опасное положение у женщины. Она не должна, она должна гнать от себя эту мысль и поставить его в очередь постельную. То есть, там должны быть предыдущие. То есть, как, кстати, играет хорошую фразу, да? Но не он это сказал, но так или иначе, он последний был, кто это сказал, что они что-то так не поднимают самооценку женщины, как бесперспективную ухаживание. То и в том смысле, что, если мужчина вкладывается в тебя, на машине подвез, светоподари, что-то купил, кино сводил, и никаких ответственностей. Потому что важно, чтобы женщины, вы говорили про девочек, сами, как мы говорим, инициаторами этих отношений. Потому что они неправильно реагируют на их вещи. Они должны вообще не реагировать. Ну и входит и... А женщина начинает думать, что она должна, что-то должна. То есть, она должна... И вот, когда мы говорим, что мужчина должен год ухаживать, мы говорим ему, хорошо, он должен сохранять этот год целебат. А какой мужчина сейчас готов променять целебат на просто ухаживание? Он говорит, я готов, но быть только с тобой. Ну то есть, если я с тобой только, ну тогда взамен дай ему секс. А вот так, чтобы год терпеть, это очень сложно. Причем это не понимают даже взрослые девушки. Ну да, да. Ну а потому что, что они движутся им, да? Вот когда у нас отношения разрушились, у мужчин и женщин, что? Что? Что у мужчины, что у женщины? Что им не движут? У мужчины что движут, когда он неудачу прикрепил? Он почему? Либо не вступает до долгого отношения, либо он быстро начинает его. Ну как, я уже видел? Это лейкопластырь, да? Просто раму закрепляет. Начинает сожительство. А если долго не вступает, он что выйдет? То есть, я у него страх чего? У неудачи как-то. А у женщины как-то страх? Ну тоже неудачи. Ну да, потеря чистоты там все. А честно, домашнее задание я забыл. Что? Кто бы подумал тебе? Не нравится. Все сказали. Это чем западное образование от восточного образования встречается? Вот на западе как нас звучит? Здравствуйте. Здравствуйте. Уж не во-первых измеряется сила тока. То есть человеку задают вопрос, и он чуть подумать успел ему ответ сразу. Вспомните школу, институт. Подумать не дают. Тебе просто дают ответ. А на Востоке такое образование, там учитель задает ученику вопрос. И ответа не дает. И тот в поиске этого ответа всю жизнь может потратить. Всю жизнь он будет искать ответный вопрос. Лучше иногда приходить к учительу и спрашивать, кто ли он думает. Духовное наставление самое лучшее, что поможет ему. Поэтому вот я дал за ваше задание, пожалуйста, подумайте, чего боится женщина просто неудачи. Короче, давайте так. Она боится, что не найдет следующего себе, партнера. Или думает, надо восстановить предыдущие отношения. Это вы думаете, что это не сложно. А женщина думает, что ей сложно. Что это означает, что она думает, что это сложно? Что? Ниже плитуса. Ниже плитуса. Поднимать самоцеление. Поднимать самоцеление. Вы говорили об этом, что это главное, да? А как ее поднимать? Общение. А вот я вот больше доверяю женщинам в этом вопросе. Женщина, мне кажется, женщине лучше может объяснить, как отличаться. Если она что? 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 Что еще? Старшая. Если она бесковыстная. Есть. Потому что сзади женщины. Я люблю Ольгу Валяева. Я по этому рекомендую. Почему муж? Почему муж является радой? Я знаю. Но опыт у нее хороший. Я тоже ее ставлю. Старшая по ладу. Я не говорю, что ее... Я ее не сравниваю с собой, девушка. Смотрите. Почему муж нужен для жены для того, чтобы принимать негатив? Почему муж может принять негатив, а подруга нет? Потому что обратно выплеснет. Правильно. Муж пришел, жена у него увлажила. Все. Он это. Я не говорил. А с женщиной встретились. Она и ей свои проблемы, да и свои, а они друг другом. Короче, они переобменялись, переопылились. У женщины голова вот такая же. Слова вы говорили, а удовлетворения нет. Давай сидим. Не так. Муж молчит и слушает. Ты тебя вот так... Короче, суть в том, что из отношений, из разрушителей нужно выходить тоже долго. Как вступать в отношения нужно долго, а так и выходить. Потому что женщина, если она получи потерпела какую-то неудачу и там вскровит отношения свои, разорвала, а мы с вами знаем, что женщина привязывается очень быстро, и даже полгода общения, даже если не было близости, даже не было близости. Все эти расставания не уже строили. Все отрывания происходили очень сильно. Если женщина неправильно не пережила этот этап, то она утрачивает способность принимать любовь. Принимать. Вот. То есть мужчина, когда он потерпел неудачу, он говорит, а я больше ни в кого вкладываться, я вообще не буду говорить. И все. И мы по барабану. И он просто начинает пользоваться женщиной. А женщина, она утрачивает способность принимать не будет. То есть она как бы, у нее как бы вот эта тяга отдавать есть, она просто хочет, не раскраченная, у нее много времени, но принимать она уже не может. У нее такой блок, что дается такой детей. Вот. Что делать тогда? Сейчас мы будем, что делать. Вот. Теперь мы ответим на этот вопрос в течении 10-ти минут. Давай. Черезвлекаясь на всякие вопросы. Ну, когда они такие встречаются, они так и друг друга не ведут. Да ведь? Если он говорит, я не буду ничего отдавать никому, а женщина, а ей это не надо, она только не может, она не может принимать любовь, они встречаются, у них отношения будут по разрушительной схеме. Потому что мужчина тогда развивается, когда он отдает больше, чем мужчина. А женщина тогда расцветает, развивается, когда она больше принимает, чем мужчина. Иначе, если мужчина только принимает, это его разрушает, он деградирует. Равно как и женщина разрушается, которая отдает, 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 отдает. потому что это это у нее вот это внутри не узнаете принцип принцип контролировать ситуации тем что я буду вкладываться 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 надежде что ты потом мне это все отдашь мужчины не понимает он реально спокойно принимает любовь но если так его не нравится мне служить потому что он же он если кому-то начинает служить если что-то не клеится он бросает на работе начинает что-то делать нет отношения пошел женщина поэтому если мужчина принимает только от этой женщины то он сам счастлив ну что он счастлив когда он делать женщину счастлив а он не может сделать поэтому короче отношения тупиков то есть мужчина служит женщине как исполняем желание а женщина служит мужчине принимая и нужно просто желать и принимать эти все же все ухаживание и так значит поэтому мы первая фаза внушение выходе внушение разрушающих она называется отрывали от двух недель до полгода то есть от двух недель до двух месяцев эта фаза связана с тем что женщина просто плачет это болит это болезнь современной цивилизации женщина настолько она стала а мужественилась что она уже утрачивает способность плакать взяла нужно все свои вот эти вот страх скорбь нет обиду нужно все да нужно очиститься ей дал бог вот эту вот возможность плакать и она должна полностью этим воспользоваться не сдерживать себя соберись тряпка короче леветь просто просто леветь ну в этот момент пусть это как бы это стадии значит называется отрывание ну как в один из пунктов это стадия очищения вот вот и в этот период важно чтобы иметь поддержку не могу мамы в этом списке потому что вам я квалифицировали понимать негативные эмоции не квалифицированы есть и сейчас осознанные мамы то есть редкие потому что мама должна вот так вот рот закрыть и молча сквозь зубы здесь тиснув не проронив в ответ ни слова она должна все это на себя принимать замечательно вот у вас есть папа значит то есть здесь друзья находит единомышленники вот это санга женская до куда вы ходите вот здесь укрескивается поддержки все прочее прочее получается то есть она должна женщина быть окружена людьми людьми которые что поднимает ее самооценку правильно у нее же она низкая в этот момент низкая нет нет я достал Так, продолжаем, да? О, сейчас самая приятная фаза наступает. Единственное, что нас объединяет в себя, это застолье. Лектор что-то купит, а мы тут чай пьем, красота ведь, да? Вот это настроение должно быть на этой фазе. А у меня настроение, кому деньги за этот чай? Вот. Хорошее настроение. Вопрос просто вопрос. Потом, да? То есть на этой фазе женщина должна быть окружена людьми, которые ей помогают повысить самооценку, в обществе которых она хорошо себя чувствует. Вот. Те, которые забирают ее негативные эмоции. Это уже речь идет о том, что должны быть кто-то из старших, кто бы мог просто дать бескорыстный совет. Старший, это замечательная вещь, когда есть. Вот. Например, моя супруга, она все время советовалась за старшим. Все вот эти свои там, все, что у нее там возникает на сердце, она сразу к старшим матуши, и там ей объясняют. Там она не парится. Не парилась она, не парилась в принципе. То есть у нее есть какие-то сомнения, там кто-то там внимание оказывает, спросила, сказать, нет, нет, нет. Ответственность люди взяли на себя, и все. То есть какие гармоничные отношения в семье? Когда женщина, даже если она совершает ошибки сама, то муж на себя все берет. То есть неважно, что там произошло, я сделала неправильно, а муж как бы признал это все, взял на себя, что сам вот я не доглядел, я сам во фух. И тогда женщина ответственной становится в каком плане ответственной? Она становится ответственной в том плане, что она начинает беречь этого мужчину, потому что он же берет за меня ответственность. Что же я без него буду делать, если я сейчас буду во всем, что я сама не могу? Она начинает заблодиться. Ну такая нормальная говность. Значит, это у нас второй был. Первое, мы говорим, что у нас должно быть, она должна выплакаться. Второе, у меня должно быть общение с хорошими людьми. И третье, она должна заботиться. О чем заботиться? О какой-то. Ну сейчас. Ее вообще заплющили, она вообще, она не видит, вот на этом этапе все ее влюбленные раздражают, правильно? Они там целуются, обнимаются, вообще, что себе позволяют на людях? Она не верит в эти отношения, и она сейчас будет заботиться об округа. Сейчас. Секунду, у меня просто одна такая знакомая, вот она мне как раз пишет, только рассталась, только рассталась, строили это поля, мама говорит одно, я... Мама говорит одно, слышно? Да-да-да, мама говорит одно, то есть, она пошла к гадалке, гадалка ее успокоила. Еще чем она уже. Да-да-да, я ей пишу, что я действия гадалки не обсуждаю, даже близко, то есть, просто. За деньги гадалка ее успокоила. За деньги гадалка ее успокоила. За деньги гадалка ее успокоила. Пришла бы лучше сюда деньги, сюда бы отдала. Зачем прийти вон, разбираться в каких-то своих датах? Конечно, головолом как... Десять раз больше гадалки денег отдала. Да-да-да-да. Какой-нибудь наденет старую кофточку, которая уходила в выпускной школе. Будет ходить всем назло, не крашеная, растрепанная. И говорит своим видом, что вот посмотрите, вот для чего беды люди мужчины гадалки. В этот период она должна быть наоборот. Начать сидеть, потому что, и кстати говоря, она начинает у нее стресс, она начинает стресс заедать, она начинает полнеть, у нее не спать, в общем, короче, у нее начинает все плохо становиться. И она еще хуже себя воспринимает, поэтому она должна максимально заботиться о своем здоровье и теле. Третье. Максимально заботимся о теле. Что тебе делать, Пуни? Да, это четвертый. Подпункт, это мы сейчас фазу разбиваем, отрываем, это все отрываем. Ей нужно всячески избегать встреч с бывшим партнером. Потому что, это то же самое, смотрите, вот человек сломал, сломал руку, сломал руку, да, что-то как-то там, шину наложил, перевязал, и вот приходит, ему второй спрос встречает, говорит, что болит? Болит. По руке хлылись ему, а так болит, и так еще болит. А вот так вот, знаем. Ну, то есть понятно, что каждая встреча, она вызывает боль. И, а встреч поводов много, там могут общие дети быть, общая ипотека, традиционная в России, да, общие, так сказать, проблемы, ну, все общее, да, и из этого круга вырваться нельзя. И вот как раз нужно взять все и разорвать. Нужно, нужно минимизировающие просто исключить, потому что это все не дает возможности, то есть любой ценой, короче, не сажать эти все привязанные баки. Даже если положительные, да. Так это вот остается привязанность. Вы разорвали, то есть он ушел, а вы, вы встретились, и у вас сердце снова кровоточит. Понимаете, вот простой порез, он легко заживает. Это вот отношения такие, да, вне глубокие. А если рана колота-резанная, она сама не заживет никогда. Ее зашивают, компанируют и перевязки делают. Вы рассматриваете вариант, когда полностью мужчина ходит из семьи? Ну, что такое полностью? Полгода, пока встречались, не дай бог, еще были секс, были близкие отношения. Все. Это разрыв уже с кровью. Уже просто больницы страшные. Потому что женщина, она выстраивает всю свою жизнь. Люди в этот момент очень сильно боятся, чего они боятся? Чего они боятся? Когда у них... Остаться одними. Нисколько и остаться одними. У них вся жизнь была простроена с этим человеком. Вперед. Когда же планы не ожидали. Да, сейчас раз. У них все будущее было вместе простроено. У нее все будущее было простроено. Ну, мужчина, смотря кто как-то шел, мужчина тоже может привязывать. У него меньше привязывать, но тем не менее. У него тоже простроена жизнь была. Потому что по-разному бывает причины. Разные причины уходы. Понимаете, вот я про руки-то, помните, говорю, общение. Мужчина не принимает общение с женщиной. Они встретились, он ее не слушает. Она хочет сказать, он ее не слушает. Она хочет сказать, ее не слушает. Он смотрит свой телевизор, лежит в тренингах с пузырями, фиба дует, футбол смотрит, ее не слушает. Она приходит на работу. Она приходит на работу, говорит. Садится. А тут вот сидит мужик вот за компьютером глядит. На работе. И начал общаться. Ну, как дела там? И она человеку рассказывает. А он слушает. Ну, он просто слушает. Ну, что тут за компьютером не слушаешь? А она рассказывает, он слушает, она рассказывает, он слушает, она начинает делиться ему проблемами сердечными. Проходит какое-то время, и совершенно непонятно, почему они вдруг оказались вместе. Потому что она просто начала, вот он не принимает этого, она руку протягивает, он не дает. А тут вот он все слушает. Она начинает открывать ему сердце, она его начинает уже мужем вспомнить. Она сама не хочет этого. Поэтому мужчина может уйти, потому что если жена, допустим, неверна, то мужчина может, а, уйти, а, остаться в своей жизни. Это его выбор. Это его выбор. Поэтому всякое бывает. Короче, первая фаза закончилась. Она закончилась тем, что мы избегаем страницы. Вторая фаза называется принять. Ну, она уже где-то полгода. То есть женщина начинает постепенно принимать ситуацию. То есть уже, представляете, уже два плюс шесть, уже восемь месяцев. То есть она начинает постепенно, как бы, излечиваться из ситуации. То есть она, до этого она, допустим, ну реально, вот если вы сами просто можете даже, если даже вашей жизни не было, можете представить, разорвались отношения с мужчиной, как вы будете воспринимать влюбленных, ну, сидящих с Эльцом Ивановичем. Ну как? Ну, боль, да. Боль? Да. Агрессивно. Не агрессивно. Нет, если я не говорю, нет. Ну, вот в этот момент принятия, когда уже женщина начинает смотреть на них, ну, по минимуму ровно, да. То есть, когда начинает уже даже замечать какие-то вот эти вот, ну, ну, что-то хорошее в этом, значит, это уже начинается состояние. Это само по себе невозможно одним болевым усилием женщины решить. Все. Время должно быть. Я с этим покончено. Я через две недели в новое. Да, с головой. Может, это не так происходит, может, это четко вообще не... Всех по-разному. Все. Это вот астрологи же, они оценивают, наши кармические астрологи, энергетические, они оценивают людей как по консервам, да, по подать изготовлению, и все одинаковые. Дата, у 500 миллионов человек таких, то есть астрология такая сложная наука, там вообще столько всего, а если просто почитать астрологию, ну, там поедут, ну, очень просто, да. Поэтому все люди разные, то есть есть, конечно, те, которые, женщины, которые думают, что они все сами, жизнь загнут в свои руки, так сказать, обойдемся без этих идиотов, проживем как-нибудь. А некоторые начинают верить всему, что написано в журналах и газетах, и еще телевизорки смотрят, про стройки. Следующая фаза, она называется исцеление, то есть это уже женщина начинает становиться счастливой без помощи, без наличия мужчины, то есть она начинает уже возвращаться к нормальной жизни и начинает уже проявлять способность снова начинать строить отношения. То есть она уже, как бы, начинает интересоваться этим вопросом, то есть у нее появляются уже какие-то ухажеры. Можно вопрос? У меня есть подружка, которая не так давно, она пришла к нему в офисе, я не знала, что у нее такая ситуация, я, может, ее не позвала. А вот мне говорит, ее бросил молодой человек, она говорит, я ведь не могу жить, я не вижу смысла жизни. Вот я, я, говорит, не могу есть, не могу спать, я выхожу на работу, я уволняюсь через три дня, вот она говорит, я вот сижу, послушаю лекции Сати, тысячи лекций все, наверное, послушаю лекции Торсуно, я вот сижу, вот смотри, и я не знаю, что ей сказать. Там, все будет хорошо, и вот, ну, она находится сейчас в такой стадии, что вот, она даже не услышит меня. А давно? Где-то месяц-два, то есть месяц она плакала, пила там антидепрессанты, а сейчас она депрессанты. Нельзя пить пить путь. Я знаю. Они стирают. Вот. Они стирают, они просто стирают, как бы стирают, вот это вот, они не устраняют, не переживают человеку эту потерю, а он как бы стирает память от этого. Это очень, как бы, неблагоприятная вещь. И вот что в такой ситуации можно подселять? Вы не советуете, вы просто ее вынесли, я бы так сказала, я бы так сделала, я бы так сделала, я бы так сделала. Давайте, давайте по классике жанру ходим, да? То есть, что мы говорим? Что в этот момент, когда у женщины такое случается, ей нельзя позволить провалиться в колонии в скорби. Ей нельзя позволить провалиться, потому что если она провалится, она убьет всю свою самооценку, все будущее жизни. И мы говорили второе, что должно быть после плакания? Чего там? Ну, написано у вас, что? Общение. Общение. Вот, она обошла, как у меня за общение. Вот. Вы для нее можете дать общение. Потому что если она провалится в колонии в своей скорби, она на один останется. Она что запустит? Она забросит свое здоровье третьим из вас. Да. Она опустится, она перестанет о себе думать. И она будет просто в скорбь провалиться, и эта фаза может затянуться. Женщине нельзя давать, затягивать эту фазу вообще. Ее нужно выдергивать. Вот, например, все делаешь. Вот вы делаете какие-то способы. А как она сама это может сделать? Я? Мы же вами говорили, что женщина сама не может вбираться. Я имею в виду поддержка друзей есть. Увышение самооценки есть. Нет, поддержка. Мы как раз в момент поддержки. А у нас есть. Конкретный момент поддержки. Вот если есть, мы уже больше будет. А вот. Подождите. У кого есть у нее? У кого нет? Я бы обняла ее, поцеловала, сказала, пойдем лучше погуляем. И пошла бы гулять. Кинула нам высокую куда-нибудь чего-нибудь. Сейчас отвечу вопросом. Нет, нет, нет. Пойдем погуляем. Отвечу себе. Нас исцеляет уже по меньшей мере знание об этих вещах. Понимаете, какая ситуация? В этом мире ничего не бывает вечно. Даже у бездонной ямы есть дно. И самая низкая точка отлива есть начало прилива. Понимаете? И то, что вы сейчас эти фазы слышите, обязательно наступит время, когда у вас все пойдет, у вас, не у вас, пойдет в гору. То есть получив благожелательное. То есть это условно, иванец. Это примерно. За двух лет. Все в человеке примерно. Я думаю, что на востоке, вот в Ведической острове, где-то проекции звезды на землю. То есть это каждый человек индивидуальный. У кого-то две недели он пережег. Вот такие, знаете, солдаты такие. Вот. Ну такие, ну, в разных уровнях. Кому-то надо больше времени. Вот так или иначе. Так или иначе, этот период нужно... Может быть, человек мало плакал. Ну, потому что не положен. Может быть, он... Он... Пока человек, понимаете, пока он не выплеснет вот эти эмоции гнева. А это может быть надолго, 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 надолго. То есть... Ладно, не достайся вы эмоции. Я, знаете, почему вот у меня вот было такое раздражение, что я не знала, что ей сказать? Потому что я слышала, что он говорит, что когда человек находится в таком состоянии, депрессии получается, он не воспримет от себя там, все будет хорошо, нельзя ему так говорить. И как бы у меня вроде столько знаний, просто невероятное уже количество. И мне хочется ей сказать, что это период там, это пройдет, но она не услышит. Соборно просто. Вот. Но я ее просаду накормила, жаль, но не причем. Вот. Я ее любила. Распешеный, ребята. А, куда у тебя было? А дальше что вы сделали? Я ее накормила, под завязку еще с собой дала. Я сказала, приходи ко мне есть. Просад, на самом деле, просад ведь не увеличивает уровень знаний в нашей голове. Он готовит почву для восприятия знаний. Не надо думать, что я сейчас... Вот про точку прилива отдельно можно рассказать. Ну, не я жал, да? Про точку прилива отдельно можно. Не себе, да. Это просто готовить почву, что мы можем воспринять, но не более того, надо приписывать. Наоборот, я бы сказала, когда ешь, то еда попала в желудок, а кровь отливает от головного мозга. Нет, наоборот, успокаивающе. Давайте, например, маску. Маску, подожди, да? Итак. Я надеснула, стадия такая. Все, давайте так, вообще в общих отношениях там нет ни процентов, ни строгих, да. У всех все индивидуально, потому что могут быть отношения очень тяжелые, потери. Например, вот у меня мама, мой отец, у меня погиб. Тогда мне было полтора года. И он был охотник и рыболов, таких там, так сказать, ну, в общем, таким, да. И родилась дочка, в смысле сестра моя. Ей только два или три месяца было, я сейчас не буду. Вот. Он ее хотел, мама не хотела. Ну, тяжело же, тяжелая жизнь была в то время. Вот. Он настоял, как бы вот, не сильно, наверное, сказать, этого хотела. И он все ходил на выходные с мужиками стрелять туда. Хотя тогда время голодное было, он, в принципе, коррел зимой, в том числе. Ну, и была, конечно, там, развлекала, по-любому было. Потому что, я так понял, что он из бани вернул, в ноябре месяце вылечил, там, спазм сосудов, остановка сердца. Переклажение было, и ленту. И вот он ей сказал, когда перед уходом, что это последний раз, и все последний раз, больше не будет. Ну, то есть она ему хотела, чтобы он в семье был выходные, а он все время шатался. И вот он ушел от боги. И она ему не могла простить, десятилетие. Она ему не могла простить. Вот этот гнев на него не пережитый. У нее был с ней всю жизнь. Она даже какое-то время от сестры отвернулась. Восемь месяцев, шесть месяцев. Я не помню, там, умалчивает историю, там, родственники, когда кто еще жив был сказал, что она даже не подходила, потому что, ну, вот, обиды было. То есть, понимаете, какая история? Это разный вид. И от двух до шести недель не прокатит. То есть, от двух недель до двух месяцев. Разные бывают вещи. Разные, разные, конечно. Вот мама, она десятилетиями не могла простить, потому что вот он ей сказал последний раз. Почему я это помню? Потому что, когда я вам говорил последний раз, она мне запрещала это слово говорить. Я вот в институт уже уезжал, говорю, мам, последний раз. Она никогда не говорила последний раз. Она не могла ему простить эти слова. Потому что он не обещал, и погиб. И поэтому... Ну, она мне не запрещала, говорю, последний раз. Поэтому она выбрасывала все рыночки, которые я притаскивала. Ну, в общем, когда с парнями на рыбалку, она меня не отпускала. Ну, то есть, у нее была такая вот эта непережитая вот непережитая вот этих болей, она всю жизнь ее практически не спала. Поэтому нужно просто понимать, что это пройдет все равно. В этот момент нельзя строить отношения. Нельзя. Запрещено. Нужно все пережить. Нужно пройти так. Нужно окружить себя лучшими друзьями. Нужно тех, кто повышает самооценку. Нужно устраивать пиры, праздники, тусовки какие-то. Пойти там петь, там в лес ходить с друзьями. Мы начинаем вообще просто отрываться, заботиться о своем здоровье, наряжаться, покупать все красивые вещи. Пошли все они идиоты. Найдем, дождемся другого потом. Ну, в общем, нормально все. Это все время лечит. Ну, а если оно лечит, когда? Когда правильно поступаем. Если поступаем неправильно, хрен он вам лечит. А если человек пить начинает? Ну, мужик пить начинает. Нет, женщина. Ну, это значит, что она провалилась в колодец с кормом. Значит, она уже ведет себя неправильно. Значит, ее надо выдергивать из этого состояния. Потому что женщина, если начала пить, это мгновенная деградация. Она, конечно, не растратит свою... Слишком много в ней Богом заложено, но это все равно плохо. Время. То есть, эти вещи нельзя допускать. То есть, ее нужно поддерживать. Стаж, они должны быть помогать, подсказывать. Ну, слушать хороших людей, которые вытаскивают. Ну, и последняя фаза. И мы третье еще не сказали. Третье. Значит, чем она отличается, третье? Тем, что женщина тогда понимать начинает, что все, что произошло, все к лучшему. Нет, это не тот вариант, не в смысле, что она сидит, ну, наверное, это к лучшему. Нет, это не тот вариант, не в смысле, что она сидит, рыдает, это к лучшему. Я не знаю, мне же говорили, что это все к лучшему. Да, то есть, все рушится, то есть, реально, человек косячит сам. Машину оставил под знакомым, везли, и там говорят, ай, это все к лучшему. Бог меня учит. Да, просто не надо ложать, не надо просто, ставить нормально на парковку машину. То есть, как бы не надо все предписывать, кармин, понимаете? Потому что, если женщина, понимаете, женщина, если она, вот опасность есть, если женщина, вот у нее ситуация жизненная, тяжелая, и вдруг она увлекается духовным знанием, это то же самое, что в молоко капнуть кислоту, лимон, молоко сразу сворачивается, это уже не молоко. И женщина только, вот она вот сама налажала свои глупости, и вот она духовное знание получила, и все, это карма, это мой крест. То есть, у нее надо разрушать стремительно, начинает вот эти знания, так называемые, духовные. Она начинает свои глупости приписывать какие-то божественные провидения. Вот как бы надо тоже не проваливаться в эту глупость, понимаете? Ну, накосорезили. Что, Богу-то интересно, что ли, вот этой заниматься фигней, сводить, развалить? Ну, сами накосорезили, вот сами выбирайтесь. Он не вмешивается, надо спасибо ему сказать за это, что он в наших отношениях. Короче, женщина, наверное, на этой фазе, на третье, она говорит, что все нормально, все к лучшему, хуже уже не будет. В общем, и как-то она начинает, начинает себя чувствовать хорошо. То есть, она уже с энтузиазмом смотрит в будущее, что такое стремление. А это она уже, понятно, что она смотрит, она уже начинает видеть будущее, свое отношение в будущее. Как бы она уже начинает верить во все, что у нее все-таки все будет хорошо, семья, все хорошо. И четвертое, это выздоровление окончательное, но это уже такая, как, риторическая фаза, все, она уже выздоровела, у нее нет сроков. Просто она уже понимает, что все, она уже готова к отношению. Она готова к новым отношениям, она уже знает, как правильно их построить. Для этого нужно включить лекцию Руслана Рушевича, как правильно построить отношения. Вот, она послушает три раза. И она уже знает, как это все сделать. Пять раз, да? Пять, можно десять. Заучить. Потому что очень сложно применять в жизни. Мы все получаем знания, но у нас есть проклятие кармы, кто смотрит в Махаткарме, да? Что мы забываем самые главные знания, в самые ответственные уровни. То есть, когда мы вот, потом думаем, какая я дура, какой я дурак, нафига я так поступил? Проклятие кармы, да? То есть, он смотрел? То есть, он знал, получил знания, но ему проглятие было, что в самый ответственный момент он забудет. Вот это у нас сейчас такое состояние. Ну, в общем, все, да? До сегодня. Мы проговорили не все. Давайте вопросы. А смысл наших знаний тогда, если они по конкурсам будут? Я стараюсь менять или менять. Нет, на самом деле, надо, вот поэтому, говорят, бесперспективные ухажеры должны быть. Потому что эти знания можно... Ну, как-то, да, менять на практике. Ну, мы с нами знаем, что... А можно я тут свой личный опыт расскажу? Сейчас я как бы сделал ремарку. Значит, подождите. Ну, сейчас мы уже обмениваемся, здесь можно свой личный опыт и говорить. Значит, мы... Я не знаю, процент, например, да? Когда мы видим, мы запоминаем какое-то количество знаний. Когда мы слушаем, запоминаем 20 или 30. Когда мы делаем, мы запоминаем 70. То есть, когда мы начнем применять на практике. Еще раз, у вас остается? Когда мы слышим? Ну, в общем, короче, я не буду сейчас эти проценты, потому что это все неблагодарно. То есть, мы запоминаем материал, когда мы начинаем практиковать. Практиковать это... Потому что услышим, это хорошо. Хорошо, но вышел, забыл. Вот. Увидел, еще быстрее забыл. Поэтому мы начинаем практиковать, и у нас начинает что-то получаться. Поэтому бесперспективные ухажеры, ну, на самом деле, самый лучший вариант. Потому что они дают такое настроение, создают. И женщина не должна стесняться ухажеров никогда. Потому что как они подумают, а чего там... Я уже вроде в духовной практике, а вот откуда-то из бирологии вывезти? Ухажеры такой весеный. Весь, знаете, как это... Малиновый пиджак, треники с лампасами, туфли лакированные, кепками. Позорище такое, да? Ну, как бы. Да пофиг. Подвез, довез там. Ну, не надо с ним, конечно, ходить в рестораны, потому что у людей специфическое восприятие. То есть если я в тебя вкладываю, значит, ты не что-то должна. Если женщина попадает на эту волну, то всё рушится, к чёртвому. Всё. Давайте. Пару слов личного опыта. Можно или нет? Давайте, давайте. Пару слов личного опыта. Я когда первый раз развиваюсь с мужем, я второй раз решила, что я выйду замуж только за музыкантов. Потому что я сама музыкант. Я поняла, что у меня первых отношений как раз не было вот этой вот, как раз, как вы говорили, общей темы. Общей темы не было. Во-первых, я думаю, что за музыкантом выйду. И вот надо было в одной фонограмме писать инструменты. Ну, в общем, и один пришёл мальчик, подготовился, а другой не подготовился. Первый мне нравился больше, а второй меньше. И тот, который не подготовился, он не стал моим избранником. От которого подготовился, стал моим избранником. Ну, и вот он все детственные. Конечно. Потому что более детственные. Всё понятно. Четыре детей. А ещё есть у кого-то вопросы, девочки? Да. Давай, спрашивай. Зачем находить ямыш? Вот так? Понятно. Ну, и понятно, зачем. А вот пока у вас этого ответа не созреет в голове, ясного, понятного, чёткого, сформулированного, ночью вас разбудив, причесали, вы затвердите, вы не выйдете. Вы не знаете идею, зачем выходить. Поэтому я задаю его ответа. Понятно, как? Как строить отношения? Как там вот что? То есть выходить замок для того, чтобы этот человек исполнял свои желания? Ну, это... Женщина выжает под защитой. Поэтому... Мне ведь нет. Это корыстно, наверное, выходить. Дождите. Никак. У меня только вот это. Чтобы быть под защитой. Ну, посмотрите. У нас ведь есть, как вы говорите, совершенно знание, да? Зачем быть знанием? Если в совершенном звании знаний сказано... Ну, на всякий случай... Женщина может выйти замуж для того, чтобы быть под защитой. Там же не сказано так. Там написано чётко. А то, что там написано, пером, топором не вырубишь. Женщина должна быть под защитой всю жизнь. Под защитой... Ну, я не буду повторять. Отца в детстве. У мужа в молодости. И детей старшего... Сыновей в старости. Под защитой чего? То есть такая защита у мужа должна быть. Защита от чего? Защита от своего мужа. Вы знаете, дети. Это просто... Вот этот, который всё взрывает. Понимаете? Всё взрывает постоянно. Вот. И сливать некуда. И вот этот негатив накапливается. Но если там чётко сказано... Если там чётко сказано... Вот так вот сказано. И это мы все слышали уже сто раз. То, наверное, блин, это правильно. Соответственно, как минимум, это уже предлог для того, чтобы подумать на эту хему. Кроме того, у всех у нас заложена природа какая-то. То есть женщина счастлива, когда принимает. Это хаоса женщина. Женщина не всегда счастлива, когда принимает мужчину. Особенно в начале фигурских отношений. Я первые 5-7 лет вообще никакого удовольствия от секса не получала. Это не секрет для многих. Просто это на самом деле, когда выходила первый раз замуж, не понимала, зачем. И второй раз. Нет, я об этом. Это вообще не терапевтик. Но это не ваша тема, я просто не расскажу. Вот. Помимо этого, когда наступает старость, то нереализованная природа женская, она никуда не денется. Потому что можно изменить в этом мире всё. Можно изменить страну, имя, место жительства, внешность. Пол даже не можно изменить. Но природу изменить невозможно. Вы имеете в виду, чью природу? Женская жерва. А вот к чему? Вот смотрите, когда человек душа попала в женское тело. Пахос. И у нас сразу программа вместе с этим. Какая программа? Виндош. Это классная. А у меня какая программа? А у женщины? У женщины. Послушайте лекции. А у женщины послушать лекцию по печати. И пошло, как бы программа попала. И в это программа, она зашита. И если программа, будет женщиной, будет батей, будет женой, будет дхарма. Что такое дхарма сахара? Будет сладкий, будет соли, слёны, женщины, будет замужем. Женщина душа, такие во первую очередь. Это не харма, это качество, это должна быть. И вот эта реализованность. Понимаете, есть брахмачари, эти святые там, в шафране. А брахмачари нет женщин. Это самая сложная задача женского. Потому что они привязаны к земле, у них большие привязки. У них даже нижняя чакра ниже, чем у мужчин. Поэтому они встают на каблуки. Ноги короче. У женщин одного роста, у мужчин ноги короче. Поэтому они встают на каблуки, чтобы вот эту стройность увеличить. Нижняя чакра ближе, она более земное существо, более привязана. И так или иначе, она не может без вот этой вот... Она себя безусловно уговаривает всю жизнь. Потому что если не складываются отношения, то жить надо. Но потом с годами это начнет давлеть. И кто знает, например, точно знает, как женщины, посвятившие себя чему угодно, только не создание счастливого семейных отношений, что они в конечном итоге страдают, когда уже им становится за сколько-то лет, когда уже это не вернут. Потому что, ну, все цитируют Тарсунова, почему вы мне не процитируете? 80% счастья женщина получает в семье. А в 20% во внешнем деле. Поэтому можно с этим соглашаться, можно не соглашаться. Время отхажет. Поэтому, но, так или иначе, никто никому... Если нет сейчас идеи выйти замуж, мне непонятно зачем, то нужно быть просто открытой для встреч мужчин. Ну, просто общаться. Там, глядишь, идея появится. Сейчас пока даже нет, ну и бог с ней. Что за уши-то тянует? Знаете, вот я сейчас расскажу историю, притчу расскажу. Это притча, даотская притча из моих боевых искусств. Ну, а, в место сейчас подойдет. Потому что там последняя фраза потом. Короче, там лошадь стояла в стойне. И ласка забежала, такая в стойне. Ну, животное. Говорит, а, типа, ты лошадь тут стоишь, вся такая стреноженная, где пашет. А я тут что хочу, то и делаю. Куда я бы хотела, побежала, так сказать, сама себе предоставлю. Лошадь ей отвечает, ну да, конечно, я работаю на хозяина. Зато у меня всегда есть кровь, еда и защита. А ты такая беззащитная абсолютно, так сказать. Ну, и как бы лошадь с ноги на ногу переступила. И ласка так с испугу бежала. И такой мораль, что если ты не знаешь более легкого пути к цели, иди более трудно. Но если ты даже не знаешь цели, все равно иди, ибо в пути обретаешь цель. То есть просто встречаетесь, просто общаетесь. Ну нет цели, ну и бог синий. В пути цель появится. Никого еще не минула чаша сия, не волнуйтесь, как накроет. Самое главное, не побежать. Самое главное, вцепиться в эти пять правил построения счастливых отношений зубами и не видеть его мужем, и спокойно выдержать эти все отношения. Это на самом деле замечательная практика. Кому-то она дается, вот мы с женой следили, ни я не знала, да ни она не знала. Но каким-то образом все написано так, что и получается. Потому что, ну был просто хотя бы разум, что не нужно торопиться. А природа иногда вкладывает в женщину уже эти этапы. Правильно, само собой. Как программа. Поэтому программа хорошая попалась. И в этой программе все просто все. Так что не надо париться. Просто идите в пути, а придете целью. Еще у кого-то вопрос? Хотя он что-то сказал. Я хотела спросить по защиту. Здесь уже такая ситуация, что, ну, извините, например, я воспитываю на дочь, да? Она растет беззащитой, то есть у нее нет отца. То где она защитит? Ну, и Бога, да, наверное, если нет? Дедушек, но нет у нас дедушек. Бога же не мужик. Ну да, ну а где тогда, если у нас нет? Кто тогда должен быть защитой? Ну, в вашем случае это общество единомышленников, как минимум. Значит, здесь идет конкретно пациент. Понятие отца, это в кавычках. Это общий принцип старшинства. То есть старшие, вот эти проповедники, которым она испытывает уважение, глубокое уважение как к мужскому началу. Она воспринимает его как отца. Ну, в смысле как? То есть она получает защиту от общего такого отца, который в лице тех проповедников, которых она видит. То есть она ходит на встречи с выдающимися личностями, со святыми людьми. И она к ним относится с тем же почтением, приитетом, каким она должна относиться, допустим, к разумному отцу. Поэтому она у вас под защитой. Это будет зря наговаривать. Ну нет, я просто думаю. Нет, все нормально. Она у вас под защитой. Пока она слушает лекции, находится в обществе таких личностей, с которыми она там ходит, например, на всякие семинары, она под защитой. Последний вопрос. Если... Сейчас есть, но дочь не под защитой. Есть и такие случаи. Ну, если он в смысле есть, она встречается. Ну как, если парни ее обижать начнут будут, то он еще не пойдет, не встанет и на защиту. Ну, у нее, видимо, уже давно выработался такой, ну, то есть она исполняла ее вообще как свой чувак. Ну, то есть ее вот так прям, чтобы ее кто-то обидел. Ну, свой чувак еще быстрее приводит к плохим отношениям. Как это сказать? Я-то это понимаю. К тяжелым, каким-то, ну, как это сказать, неблагоприятные ситуации еще больше приводит. Потому что, если женщина чиста, вот, блин, не поднимается у этих чуваков рука на то, чтобы, ну, как-то осквернить эти отношения. Ну, в смысле, осквернить чистоту этой. Потому что они просто как бы еще более доступный материал. Поэтому, но если даже эта ситуация возникнет, что, он не побежит, что ли, не схватит табулетку, не будет поголовить этому человеку, что ли? Как отец. Если на его дочери начнут, будет какая-то ситуация. Я-то, да, но они под защитой. Значит, под защитой. Почему нет? Он ей не может, может быть, дать сейчас защиту, которую мы никто не получил знаний от отцов. Мы не подручили. Но она под защитой. То есть, если, допустим, ее там зажали в углу, а он мимо проходит, он что, мимо пройдет? Он порвет их. Его саму подъют, но он тоже застенет. Значит, она это чувствует. И вы это знаете. А если далеко вообще? Далеко приедет. Приедет? Приедет? Значит, нужно общество, находиться в обществе, в котором просто скажут, кто-то скажет, что вот проблемы там, слушай, вы знаешь, что я знаю. У нее там, короче, какой-то урод пристал. Надо вмешаться. Ну и пошли двое, так сказать, из общества, это во окружение, и поставили человека на место. То есть, не мешает. То есть, если нет конкретного прямого защитника, значит, надо искать защиту у старших. Защиту ума у тех людей, кто может дать их знания. Защиту физическую, общество, которое ты можешь защитить. То есть, прямую прям понимать защиту, как защита. Чтобы не быть без защиты. Все. Все. Спасибо.